На сквале запросов обязательно написать простой запрос на джойн и двух таблиц. Если вы это пишете легко и не напрягаясь, в принципе, скорее всего, вы пройдете. Понятно, что если вы начинаете уплывать на большом списке вложений, на каких-нибудь хейвингах и так далее, для джуниор-разработчика это не так странно. Но джойн и двух таблиц вы можете еще и ответную часть отдачу. Ну что, мы в онлайне. Это вопросы на знание какого-то таблиц. Так, хорошо. Какая камера работает? Спасибо. Какая камера работает? Ты и разная. Сейчас я в вашем категорию, и буду рассказывать. Здрасьте, мои дорогие подписчики. Я сейчас на нашем канале. Сами видите, мы пытаемся заодно проверить, как у нас будут работать две камеры, как мы вообще живем здоровы и так далее. Сегодня я собираюсь вам порассказывать про наши новые условия, ну и вообще поотвечать на ваши вопросы. Давненько мы что-то с вами не виделись, давненько что-то не обсуждались, а кофе не... А, напишите, привет в чате. На то, что в чате тишина и вопросы в ненавиенном. Пишите, я сразу прям здесь вижу ваши вопросы и сразу буду отвечать. Вкратце, ну, пока не началось, пока не началось. Сначала короткие объявления. Значит так, мы стартуем три новых направления. Мы у себя в FoxMinders стартуем по... Вот, Олег Яковенко пишет, всем привет. По той же самой методике, что у нас работает Java Enterprise, мы стартуем на работу еще три новых направления. Это будет Frontend сингуляром четвертым, впоследствии пятом, когда он наконец выйдет. Вот, мы стартуем также Android и мы стартуем Automation QA. Значит, что тут со всеми этими направлениями? Все будет точно так же, как и с Java. То есть условия те же самые. Те же самые 3000 гривен в месяц, те же самые 10 дней пробного периода, те же самые менторы, те же самые задания. Ну, я имею в виду точно такие же задания. Задания, конечно, другие по разным темам. Программы на все эти направления пишу не я, потому что я не являюсь специалистом в Automation QA, как ни странно, ни в Android, ни в Frontend. По всем направлениям программа пишет соответствующие люди. Слышат два потока. Звук, говорят, двоится. Отключи... Проверь это самое. Один, да? Помотай вниз. Задания-то, конечно, другие по разным темам. Все выключены, только один звук, да? Странно, должно быть... Странно, что звук двоится, не должен, по идее. Сейчас проверим. В принципе, смотрите, у нас пробные трансляции, мы поэтому и стараемся сделать все максимально хорошо. Проверь, у тебя может быть там play идет в другом окошке. Ты выключила, да? А, 30 секунд. Так, ребята, напишите сейчас, нормально или нет. Смотрите, у нас просто тренинг в эти выходные, поэтому мы хотим сделать так, чтобы все было хорошо, хорошо. на вас тренируемся, как на кошечках. Извините. У нас тут просто куча нового железа, и мы стараемся его отладить. Как, нормально? Пишите. Проверю тебя, может быть, там play идет в другом... Сейчас подожду. Ты выключила, да? А, 30 секунд. Так, ребята, напишите сейчас. Пока не пишут. Смотрите, у нас просто тренинг. Ну, где? Поэтому мы хотим сделать. Второй поток с отставанием. Ну да, я думаю, что это просто игралось там на компьютере, из которого трансляция там игралась. Мы стараемся его... Звук не айс. Честно? Пишите. А сейчас там поближе микрофон. Ну, да, ну хорошо, я давай поближе микрофон поставлю. Ну, в принципе, это странно. Обычно меня слышно с большим. Все равно двоится, говорят. Офигайся. Офигайся. Ну да, я думаю, что это просто играл. Почему? Точно ни с какой камеры не берется. Ну, 30 секунд задержка. Да, такая и должна быть. Таня, ну точно. Да, да, я понимаю. Позакрывай все броузеры там нафиг, потом откроешь еще раз. Да. Нет, ничего не пропадет, напряжайся. Ага. Давайте еще 30 секунд, потому что, ребята, ну очень важно, чтобы все нормально. На 15 секунд позднее. Ну, давайте сейчас закрыли броузер там, посмотрим. Сейчас должно нормально быть. Мне просто... Я просто немножко... Нет, у меня тут точно ничего не играет. Ну, в принципе, я могу даже вот это позакрывать, чтобы прозапас не было. Так. Ага. Кто-то балабулит на фоне. Ну, нет, это я не думаю. Тут полная тишина, в принципе. Нет, не ты. Норма уже, все, слава богу. Итак, значит, погнали. Это все-таки действительно там где-то в броузере в одной... Ну, возможно, что там игралась моя какая-нибудь старая видосик. Сейчас норма. Все, хорошо. Со звуком хорошо? Всем слышно? Всем видно? Меня видно? Татья, попереключай камеры, как я там буду. Угу. Я тут с двух камер. Ладно. Слава богу. Значит так, погнали. По... Да, звук в броузере был. Да, ну это понятно, уже прошло. Все, хорошо. Значит, поехали по менторингу. Давайте по... Начнем сначала с фронт-энда. В фронт-энд будут заниматься отдельные менторы. Менторов мы сейчас ищем, но поначалу программа пишет тот же самый Алексей Тюрин, который у нас пишет, будет выступать в эти выходные с тренингом по ангуляру. То есть, собственно говоря, тренинг по ангуляру мы потом преобразовываем в учебную программу по программе менторинга. Менторинг будет точно так же сделан, как и джавовский. То есть, вы пишете задание, ментор проверяет, поначалу ментором будет один Алексей, но постепенно мы добавим к нему еще менторов на это направление. Кстати, если вы хотите участвовать в нашей программе в качестве ментора, добро пожаловать. То есть, если вы хорошо знаете четвертый ангуляр и готовы учить других людей по нашей программе или даже поучаствовать в написании программы, в ее рихтовке, добро пожаловать. То же самое с андроидом и с Automation Q. По Automation Q программу у нас пишет Алексей Новаковский, очень хороший мой друг. Мы его скоро позовем к себе на байке по джаве. Поговорите, послушайте, узнаете, как человек разговаривает. Алексея Тюрин, кстати, на байке мы тоже позовем и задаете ему вопросы и по учебной программе, и вообще по ангуляру, и что там вообще во фронте происходит. По андроиду программа пишет у нас Дима. Дима, собственно говоря, был на последних байках, можете посмотреть. В принципе, всех людей вы или еще уже видели, или еще увидите, которые занимаются этими направлениями. Даже не знаю, честно говоря, что вам сказать. Меня тут много раз спрашивали по поводу, как выглядит наша учебная программа из новичка в Медла. Итак, рассказываю. Вы приходите к нам человеком, который едва выучил язык, правильно? И попадаете к нам на менторинг. На менторинге мы вас превращаем в джуна без опыта. То есть мы даем вам все необходимые знания, все необходимые умения для того, чтобы начать искать работу. Вы можете, конечно, начинать сразу искать работу, можете продолжать у нас. Следующий этап обучения у нас групповое обучение. Групповое обучение уже работает. На нем выучилось уже ощутимое количество людей. Честно говоря, они там быстрее, блин, работу находят, чем успевают что-то приличное сделать. Это настоящий проект. На тех же условиях, те же самые 3000 гривен или 120 долларов в месяц для иностранцев. Это настоящий проект боевой, с настоящим ТЗ, с настоящим Project Manager. Я надеюсь, рано или поздно позвать Женю Смородского и Алену мою жену. Они там как раз рулят этим проектом. Женя в качестве Team Lead, Алена в качестве Project Manager. Они ответят на вопросы по групповому обучению. На групповом обучении сейчас пока учатся только джайверы, потому что мы готовили джайверов. Но туда же пойдут на тот же самый проект с теми же самыми задачами. Пойдут, собственно говоря, и Automation QA, которые будут тестировать то, что написали наши джайвисты, и наши фронтендеры, и наши андроидчики. Ну и пойдут, соответственно, наши фронтендеры, наши джайвисты и наши андроидчики дописывать задачи по тому же самому проекту. Проект из себя представляет что-то типа очень упрощенные версии CRM для сервисной компании. То есть для компании типа нас, которые предоставляют услуги на продержимого... Нет, ребята, тут пишут, вжух это джун, нифига не вжух. То есть менторинг самым кратчайшим образом, если вы уже, в принципе, толковые специалисты, вам нужно доучиться, это полтора месяца, это наш рекорд по скорости. Так, в принципе, 3-4 месяца. Групповое обучение это тоже, ну месяца два, три, четыре, пять, в зависимости от того, насколько вам тяжело вообще дается работа в команде, насколько вам тяжело осваивать умение коммуницировать, передавать данные и вот это все. Вот, и в принципе, да, и до медла дальше из группового обучения мы самых толковых специалистов наших отбираем. Мы уже их отбираем, в принципе, у нас уже весь состав фирмы, который у нас работает на зарплату. Это наши выпускники. Собственно говоря, мы отбираем лучших специалистов с нашего группового обучения и берем их себе в штат. Это уже, собственно говоря, работа на зарплату. Стартовая зарплата у нас 400 долларов. Ну и, в общем-то, собственно говоря, примерно раз в два месяца мы им повышаем. Поскольку, в зависимости, собственно говоря, от того, как человек себя показывает. Лучших наших сотрудников мы назначаем тем лидами. Собственно говоря, два человека у нас тем лидами. Одна тем лидша у нас уже ушла на повышение в другую компанию, на большое повышение. Ну, в общем-то, вот так. Общий смысл. То есть, получилось, что она где-то этот путь прошла за, ну, меньше, чем за год. Вот, в принципе, вжух не вжух, но это реальный путь настоящий. То есть, это настоящий опыт, настоящий, ну, я не знаю, честно говоря, кто вам лучше предложит. Мы вообще стараемся сделать так, чтобы люди действительно приходили и получали у нас то, что хотят. Мы не пытаемся, так сказать, ничего впарить, честное слово. Вот. Мы знаем, что самая основная проблема для любого новичка – это найти работу. Ну, собственно говоря, мы долго старались, мы два года старались для того, чтобы придумать этот способ. И теперь, наконец-то, мы с радостью представляем вам такую возможность. Естественно, естественно, что это ни хрена не вжух. То есть, в принципе, если вы будете стараться, то вы, безусловно, к нам в состав попадете. Но надо стараться. Вот. То есть, мы, в принципе, всех толковых людей, которые могут пройти собеседование со мной, берем к себе. Ну, не сразу, но у нас достаточно большая текучка. Ну, потому что, в принципе, так задумано. Мы работаем на внутренний рынок, и больших зарплат мы дать не можем. Да? Но мы не переживаем, если человек действительно уходит дальше на повышение. Поэтому места постоянно освобождаются, и вы их можете спокойненько занять. У меня, в принципе, вот 8 сейчас человек у меня работает. Вот. Так что давайте вопросы. Я думаю, что я относительно все хорошо описал. А, ну да. Я расскажу вам про это. Итак. Что у нас идет? 9-10 сентября, в эту субботу, воскресенье, Леша Тюрин будет вести тренинг по ангуляру с моей помощью. Здесь у нас в компании FoxMinded. Заметим, что как бы тренинг будет хороший. Я его просмотрел, и я за него отвечаю. Правда. То есть, Леша для меня специально показал все свои слайды, показал коды. Я посмотрел, мне нравится. Мне было бы интересно. Но я здесь и буду присутствовать и помогать вам. Так. 23-24 сентября у меня тренинг по Спрингу в Николаеве. Там будет Spring Boot, Spring Data, Spring MVC с TimeLeaf и Spring Security. Это два дня достаточно большого интенсива. Минимум, как называется, теория, максимум практики. Напишем с вами в результате приложение. Ну, простенький, крут на пару объектов на всех этих технологиях. В принципе, это будет хорошей точкой для того, чтобы стартоваться. Так. 7 октября день открытых дверей. У нас здесь будет 7 октября день открытых дверей. Дверей, извините. Зовем сюда всех наших сотрудников, всех людей. Только, пожалуйста, регистрируйтесь. Ссылочка будет под видео, мы потом повесим. Хорошо? Потому что мест тут не так много. Тут где-то поместится, наверное, человек 20. Ну, может 25. Но это уже немножко битком. Вот. Так что не успеете, значит не попадете. Будете стоять на улице. Так. Также у меня выступление 29 сентября на IT-форуме в Запорожье. Я буду рассказывать про свой ПМ-ный опыт. Вот. Ну и вообще про проблемы. А, ну там как раз буду про проблемы разработки рассказывать. Вот Source People в Киеве 14 октября. Я знаю, что это дорогая конференция. Но, кстати, одна из лучших. Я очень рекомендую ее посетить. Классная штука. И 28 октября ПМД в Киеве же. ПМД, я не знаю. Я вот один раз был в Одессе. На ПМД выступал. И я просто в восторге. Организация, скажем, оставляет желать. Но очень хорошие выступающие. Очень интересные доклады. Я массу докладов послушал с большим удовольствием. И я бы сказал, что классная атмосфера именно слушателей. То есть, нетворкинг. Если ВПМ или Team Lead, то на ПМД крайне советую пойти. Потому что нетворкинг там вот такой. Но Source People сами понимаете. Ну и запорожцы приходите на выступление там. Так, ну все, я погнал по вопросам. А то я что-то заболтался. Так. Сергей Саием, Adobe Experience Manager. Когда-нибудь сталкивался? Нет, даже название такого не слышал. Бог миловал. Ну его нафиг. На каких этапах говорят... А, Андрей, привет. На каких этапах люди больше всего тупят? Люди больше всего тупят на двух этапах в нашем учебной программе. Во-первых, они больше всего тупят на сложной алгоритмической задаче. На, собственно говоря, рисовании столбика. Вот. Много тупят. И второй, самый большой тупняк, это, конечно, декомпозиция предметной области. Но это... Да. Спрашивает, сколько есть попыток, чтобы попасть на курсы. Так, на курсы. Что значит на курсы? Смотрите, на менторинг вы попадаете после прохождения собеседования по-английскому. Если вы не проходите собеседование по-английскому, то раз-два-три месяца, пожалуйста, проходите его бесплатно еще раз. Если очень нравится. Ну, если вам заняться, конечно, нечем и вы ничего не выучили, а просто хотите на халявку проскочить, ну, я не советую, честно. Вас все равно потом на работу не возьмут, честно. Поэтому лучше выучите нормальный английский язык. Разговорный, но умение поддержать разговор на, ну, на школьном уровне. Intermediate, это просто. На самом деле просто. То есть, если у вас ниже Intermediate, я просто не понимаю, как вы будете работать разработчиком. Вы просто ничего не прочесть, не сможете, не говорить с заказчиком. Это жесть. Вот. Поэтому попыток сколько угодно. Если про попадание на групповое обучение. Групповое обучение, там Женя общается с кандидатами. И, в принципе, он раньше брал всех подряд, но я его говорил, что это вообще не очень умно. Потом мучается, потом с людьми, которые ничего не могут сделать. Но предполагается, что на групповое обучение вы попадаете джуном. Ну, настоящим джуном, таким, как будто вы вас приняли на работу. Если вы не можете быть на этом уровне, ну, реально там будет очень тяжело. Потому что вы будете постоянно подводить людей. Ну, чувствуя себя не в своей тарелке, это нехорошо. Лучше идите сначала на менторинг и закончите его. Или учитесь у кого-то из наших конкурентов. Мы не возражаем брать с любых других. То есть, пожалуйста. Отучились у кого-то, пришли к нам или самостоятельно отучились. Ну, просто придите уже таким человеком, чтобы вы были готовы проходить собеседование в других компаниях. После группового обучения сколько нужно, чтобы попасть ко мне в компанию? Да сколько угодно. Ну, у меня появляется, например, вакансия. Я провожу собеседование со всеми людьми, которые подали в резюме. Я с ними прособеседовался, отобрал столько людей, сколько мне надо. Все. Следующая вакансия появляется, я заново набираю. Еще раз те же люди, окей. Еще раз те же люди, еще раз проведу с ними собеседование. Не вопрос. Два раза, три раза. Как показала практика, в принципе, сейчас пока два раза уже человек один провалил в собеседовании. Ну, посмотрим. Ну, я абсолютно уверен, что если очень захочется, то почему нет? Почему нет? Третий раз прособеседую, четвертый. Ну, то есть, рано или поздно, я надеюсь, что он все-таки пройдет. Так, в прошлый раз как раз так и было. Примерно 13-17 человек. Ну да, да, да. Ну, в этот раз мы собираемся в нижнем нашем офисе. Он такой же, как два офиса сверху по площади. То есть, где-то 40 квадратов. Вот, у нас здесь 20 посадочных мест, плюс диванчик. Ну, в общем, сами поняли. Есть ли менторы по JavaScript на проекте? Ну, то есть, в любом случае, это Леша, собственно говоря, Тюрин. И те люди, которые, собственно говоря, к нам еще придут. Сейчас будем активно набирать менторов по этим направлениям. Так. Хочу стать middle, frontend. Ну, отлично. То есть, смотрите. Оставляйте заявку, проведут собеседование с вами по-английскому. И как только у нас стартуется курс, я думаю, что это будет где-то... Ну, и мы планируем до конца октября его точно стартовать. То есть, я думаю, что это будет, скорее всего, середина октября. Вот, мы сразу вас возьмем. Чем раньше зарегистрируетесь, тем больше шанс попасть первым. Вот. Потому что, я думаю, что ажиотаж там на frontend будет достаточно большой. Но мы к тому моменту постараемся набрать еще менторов, но... Сами понимаете. Если будет очередь, то преимущество тем, кто прошел собеседование первыми. Так. Наконец-то в Запорожье. Буду рад присоединиться. Андрей. Встретимся, подходите, пообщаемся. Поводьте меня по Запорожью. Я в Запорожье был раз, наверное, 5-7. Потому что мы с семьей обычно ездили. Ну, пока Крым не оккупировали, мы ездили туда как раз через Запорожье. С ночевкой в Запорожье останавливались. С ежегодным посещением Хортицы. Вот это все. Запорожье я очень люблю. Очень красивый, приятный город. Я, в общем, буду рад выступить. То есть, меня позвали. Я прям тут же согласился. Так. Что мы там... А, да. Я на IT-форуме там выступаю, да. Значит. Ту-ту-ту. ASOSGI. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ребят, не готов вам ответить. Я не знаю. Не очень соображаю, о чем разговор. Потому что никак не собираюсь. Так. FoxMinded планируется курс по React, по ReactJS. Пока Angular. Давайте так. Мы стартуем Angular. Если вы или кто-то из ваших знакомых хочет преподавать React. Feel free. Стучите сразу ко мне. Обсудим и застартуем с максимальной скоростью. Я помогу написать учебный курс и будем работать. То есть, ну, знаете наши условия. 50% вам, 50% мне. В общем, ну, в смысле моей компании. Вот. И поехали. Так что все пороется. Когда стартует курс по Android? По Android курс, я думаю, стартует еще быстрее. Потому что Дима там прямо землю роет. То есть, ну, в любом случае, мы должны сейчас провести собеседование с теми людьми, которые хотят на Android. Регистрируйтесь. Отправляйте нам заявки на info.foxmind.com.ua. Вот. И, собственно говоря, мы вас поставим в очередь. И вы попадете первым на Android. Я думаю, Android будет очень быстро стартоваться. Я думаю, 2-3 недели. Вот. Ну, не обещаю. Ну, до середины октября точно. Так. Какое место среди рядовых задач на боевом Enterprise проекте занимает CRUD в процентах? Ну, скажем так. Смотрите. CRUD. CRUD на самом деле в боевом проекте всегда очень много. Проблема в следующем. CRUD задачи, как правило, самые простые. И по этой причине получается, что на них тратится довольно мало времени. То есть, задач много, а тратится мало времени. Больше всего за времени тратится на задачи интеграции. Задача интеграции может быть одна вообще там на проект. Но она отжирает там 50% времени. Понимаете? CRUD было там 150, но они отжирали 20% времени. Поняли? Вот. Поэтому тут как оценивать? На самом деле, для большинства программистов CRUD задачи это вообще какая-то там, знаете, вот нет хода, ходи с бубей. То есть, это какая-то дефолтная работа, которую быстренько сделали и забыли. И тут же вцепились какие-то серьезные поиски, там отборы, фильтрации, серьезные там какие-то интеграции, еще что-то такое. Ну, вы понимаете. Вот это вся фиговина. Вот. Поэтому вы должны понимать, что CRUD, конечно, вы должны уметь, но это из серии букваря. Да? В основном бизнес задачи сложные сводятся к всяким хитрым отборам, группировкам, каким-то вот таким совместным созданиям. Например, когда, вот у нас, например, сейчас на текущем проекте, у нас проект, ну тот, на котором у меня мои программисты работают. Проект состоит в том, что это система автоматизированного рабочего места оператора сервисного центра. Да? То есть оператор сервисного центра берет трубку, ему говорят там, ваше оборудование не работает, он заводит. Вот. И там есть куча вот таких формочек из серии завести пользователя и одновременно завести тикет на этой странице, да? Плюс завести пользователя и к пользователю завести на этой же странице фирму, к которой он принадлежит. Или завести фирму, но без пользователя. Или завести фирму и пользователя, но не создавать тикет. Понимаете, вот такие вот вещи, большинство новичков их, как правило, вообще пропускает из серии. Ну мы круто для всего создали, значит можно создавать. Но реально, представьте, как будет работать человек. Просто надо представить себе, как эта программа будет использоваться. Вот ему позвонили по телефону и что, он должен зайти завести фирму, отдельно завести пользователя, потом отдельно завести тикет. Ну это блин, представляете сколько это работает? Естественно оператору было бы удобнее, чтобы это было все на одной странице. А на одной странице вот это уже для программиста нифига не просто. Понимаете, да? Там и Ajax требуется, там и куча каких-то дополнительных подтягиваний, фильтраций, обновлений списков и все с такой, да? Ну вот, вот такие используются боевые задачи. Так, смотрю ваше видео для того, чтобы поднять свой уровень программирования. Будет ли курс по C-Sharp профессиональный? Смотрите, по C-Sharp у меня какая-то просто бедлак. Потому что я никак не могу найти, то есть у меня раньше был очень близкий друг, C-Sharper, очень толковый. Но мы как-то во время Майдана с ним разосрались и в общем-то с тех пор сильно потерялись. Очень обидно, конечно, с другой стороны извините, конечно, ну да. Вот. И сейчас что-то вот среди моих знакомых C-Sharper вообще дотнетовцев практически нет. Если у вас есть кто-то, кому интересно другим людям преподавать, feel free. Я бы вообще с большим удовольствием нашел бы человека, например, который хорошо разбирается в Unity. Я бы запустил с большим удовольствием курс по Unity. Вообще мне и самому было бы интересно, я бы даже послушал детские мечты создать игрушки. Ну вы понимаете. Но вот нет, пока нет. Можно ли работу на проекте сочетать с основной работой? Сколько часов в неделю? Да, можно работу на проекте в групповом обучении совмещать с основной работой. Работа же у нас в штате, с основной работой совмещать не получится. Ну, если только она у вас там непосменная, раз трое суток и так далее. Но там уже зарплата. В групповом обучении у нас все ребята, которые учатся по групповому обучению, они все работают на основных работах. Там созвоны у них по вечерам, работают они в основном вечером. Ну и работают немножко асинхронно. То есть один закомитился, другой выгреб, посмотрели и так далее. Единственное, что у них созвоны с темледом. Темлед, кстати, они периодически приходят к нам в офис, но довольно редко. Походить вместе тех, кто в Киеве живет. Просто, скажем, далеко не все из Киева. То есть, например, Тимлит вообще у нас из Полтавы, да. Так, пора на тренировку собираться, черт. Так неохота от стрима отрываться. Хорошая и продуктивная трансляция. Спишемся вечером? Да, спишемся, иди. Это будет типа вечные проекты, о котором говорилось в одном из видео. Ну, скажем так, я надеюсь, что это не будет вечный проект. Я надеюсь, что мы все-таки рано или поздно дойдем до MVP. Женя, собственно говоря, просто бил себя копытом в грудь, что вот очень скоро мы его выпустим. А тут какая ситуация? Я надеюсь, что этот проект пока... Ну, ТЗ мы составляли на полном серьезе. То есть это действительно серьезный продукт. Мы собираемся его использовать. То есть я надеюсь, что он в ближайшие месяц-два выйдет на продакшн. Он будет использоваться у нас на фирме. Если он пойдет у нас на фирме хорошо, мы начнем его продавать. Ну вот, после того, как для себя вылежим. И тогда, в общем, сами понимаете. Ну, будем смотреть. Вы же понимаете, не изменяется только то, что мертвое. Мы живые, мы стараемся изменяться и бежать впереди. Если этот проект выстрелит, вы сами понимаете, хорошо будет. У нас будет еще дополнительное место, куда брать еще программистов. Стартуем какой-то другой проект. Все будет хорошо. Так. С ростом популярности и возможности JS-фреймворков, Angular реакция больше логики выполняется на стороне клиента. Ну да. Часто фрагмент логики приложения можно выполнить как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Осуществует ли конькейт эмпирическая грань между задачами? Я бы сказал так. Я советую всю бизнес-логику, бизнес-логику именно, бизнес-рулы выполнять на стороне сервера. Как минимум вы, ну хотя бы с точки зрения безопасности. Это не умно, да? То есть, вы же понимаете, что код загруженный на клиента, вообще-то хакнуть вот так. И если у вас бизнес-рулы на клиенте, ну блин, ну это стремно. Правда. То есть у вас базу без проверки, считаете, что это будет поститься. Так не надо. То есть, я советую на UI фреймворке вешать только логику отображения. То есть, считаем, что это слой из MVC. Да? То есть, там будет только логика отображения. Вот это показывать, это не показывать, в зависимости от того-то. Это там валидировать так-то, это валидировать так-то, но только, имеется в виду, не взаимосвязано с остальными полями. А потом уже на сервере выполнять валидацию бизнесовую серию. Вот для этого поля значения такого-то нельзя, такое-то значение другого поля. Понимаете, да? Вот. И я бы советовал, ну, максимально все-таки бизнес-логику держать на сервере. А вот на клиенте оставить только-только, ну, минимум логики. Только ту, без которой там совершенно невозможно обойтись. Потому что есть, ну, знаете, есть, конечно, вот это направление, которое самотверженно проталкивает Мартин Фаулер, как ни странно. Который называется Serverless. Да? Это когда все приложение выполняется в броузере, и оно, ну, то есть, на фронт-энде, и оно дергает какие-то облачные сервисы. Вот. И пропарсивает их, и там как-то совмещает, и получается, что вообще без сервера. То есть, остается только облако и клиент. Ну, вот. Я не понимаю, как это может так работать Enterprise. Ну, я же все-таки джавер, да? Вот. И мне кажется, что, ну, вопросов там очень много. Я по поводу Serverless большую телегу толкал во время выступления. Можете посмотреть, у меня на канале там валяется. Вот. Не знаю, мне не нравится. Мне не нравится такой подход. Поэтому я думаю, что все-таки только логику отображения оставлять. А все остальное на сервер. Так. Так, сейчас потерял. Будет собеседование на английском, и все о техсобеседовании. Стоп. Давайте так. Так. Далековато доска. Надо было доску поставить. Что-то мы не подумали. Значит так, смотрите. Еще раз. Есть менторинг. На менторинг мы собеседуем только по английскому. Предполагается, что вы можете прийти вообще без знания языка. Вам просто будет тяжело. Предполагается, что вы сами, как та самая рыбка Немо, должны понимать, вы готовы к тому, чтобы начинать учиться или не готовы. Ну, просто если вы окажетесь не готовы, вам будет просто тяжелее и все. На самом деле, стартовать менторинг можно с любого уровня. Дальше. На групповое собеседование, на групповое обучение будет собеседование уже техническое. Потому что там требуется, чтобы у вас были навыки, в общем-то, джуна. Потому что, чтобы сесть и уже включаться в работу. К нам в штат, следующий этап. Уже я провожу нормальное, серьезное техническое собеседование. Потому что мне нужен сотрудник, с которым я, как project manager, буду работать. Поэтому, извините, гоняю хвосты в гриву. И даже своих любимчиков не беру, если они не тянут. Это понятно, да? Потому что, извините, задница будет потом болеть перед заказчиком. Потому что заказчику не важно, нравится мне кто-то или не нравится. Ему важно, чтобы фичи были готовы вовремя. А мне, соответственно, тоже хочется, чтобы фичи были готовы вовремя. Как ни странно. Так что, про три разных собеседования мы и говорим. Есть собеседование на менторинг по английскому. Есть собеседование на групповое обучение по техническим скиллам. Есть серьезное, настоящее на работу собеседование, когда я беру на работу. Простите за тавтологию. Вот. Что проще освоить? JEE или Android разработку? Ну, вот, собственно говоря, Дима в прошлый раз выступал на стриме. Вы, я думаю, слушали. Притула. На фамилии память ужасная. Вот. Он сказал, поскольку он разбирается и в том, и в другом, он говорит, что Android разработка в разы проще. Ну, поскольку человек знает два направления, ну, вот так. Единственное, что, конечно, easy to learn, hard to master. Это во всех отношениях так. Но мне пока кажется, что JEE это самое тяжелое направление из всего, что только может быть. Не знаю. Мы, надеюсь, позовем в октябре человека, который писал книгу по Data Science. Может быть, он мне расскажет такие кошмары, что я скажу Data Science, это вообще ужас. А Java EE говно собачье. Ну, посмотрим. Думаю, что нет. Так. Курс по Java затрагивает функциональное программирование Java 8 и новые фичи Java 9? Нет. Не вижу в этом смысла. Как минимум, функциональное программирование Java 8. Сейчас пока больше счастья в Enterprise Exotica. То есть, его уже начинают спрашивать на собеседованиях. Вообще, ну, то есть, Junoff про это не спрашивает. То есть, это, конечно, и цепласс, но нет, про это не спрашивают. Про это спрашивают сенеров и, в общем-то, скажем так, такие вещи используются в том, что называется интересный проект. В смысле, где можно поразвлекаться за деньги заказчика. Junoff на такие проекты в большинстве случаев не берут. Поэтому нет смысла нам вас натаскивать на те вещи, которые вас будут спрашивать. Простите, мы стараемся работать для вас. Я понимаю, что вам хочется всего нового, модного, молодежного. Но проблема в том, что именно это вас не будут спрашивать. И именно это не поможет вам при нахождении работы. Понимаете? Ну, то есть, знаете, как Генри Форд сказал. Если бы я слушал своих кастомеров, я бы просто сделал максимально быструю карету. Так вот, мы не хотим им делать, собственно говоря, карету. Мы хотим сделать вам автомобиль. То, что вам на самом деле нужно. То, что вам нужно для устройства на работу. Так вот, нет. Ни функционал, ни новые фичи Java 9. Господи, какая Java 9? О чем вы говорите? Я когда увольнялся с IntraPro в октябре прошлого года, у нас только новые проекты только-только стартовались на 8 Java. Какая 9 Java? Господи, когда это будет? А в большинстве проекта шли на семерки, а ощутимая часть процентов 30 проектов шли на шестерки. Вот, это Enterprise, детка. И новичков, естественно, с гораздо большей радостью берут на проекты старые, на которых сложно что-то очень сильно испортить, и где куча кода и так далее. А там в большинстве случаев шестая, но максимум седьмая Java. Поэтому восьмую, девятую. Джунов даже не спрашивают. Извините. Так. Олег говорит, спасибо за стрим, но надо уходить. Всем удачи. Ну, Олег, посмотрите потом. Мы постараемся. Какой порог вхождения в проект в качестве JavaScript FrontDev? Ну, смотрите. У нас там будет мордочка на Angular 4. Сейчас пока ее еще никто не пишет. Но вот вы как раз первые JavaScript-овцы, кто будет приходить. Вас полное раздолье. Проект уже, в общем-то, готов. Он сделан на Spring MVC. Его надо будет переписывать на Angular. Ну, полный восторг. По причине того, что Spring MVC просто реально фигово работает с Adjax. Ну, то есть, с Adjax там надо писать руками. Это вам не JSF. И это ужасно. Ну, то есть, любое современное веб-приложение требует того, чтобы Adjax было везде. Ну, вы же понимаете, 21 век на дворе. И никому не нравится перегружаемая страничка при переключении какой-то кнопочки. Вот. И делать это все руками, это ужасно. Вот. Будем делать туда мордочку на Angular. Вперед. То есть, я думаю, у вас там море разливанной работы. А детали надо будет обсуждать с Женей. Пишите нам на info.foxmind.com. Мы вас свяжем, пообщаетесь, обсудим, когда это будет стартоваться и так далее. Да, все обучение онлайн и менторинг и грубовое. Работать на фирме у нас нет только в офисе. Извините, в Киеве. Я отказываюсь руководить удаленной командой. Мне это не выгодно. Другой разговор, что у нас такая работа, что мы можем договориться там какой-то определенный день ремонтно поработать и так далее, но в основном вы должны быть у нас в офисе. Потому что нет, нет, очень, очень напряженная работа. Ребята у меня работают в основном в парах. Ну, как вы это себе представляете в удаленном режиме? Не, ну, достаточно проект сложный, достаточно напряженный. Заказчик каждый день у нас сидит на этом самом, он хочет тоже видеть своих разработчиков и так далее. Так что в офисе. Все остальное, все, что за ваши деньги в онлайне. Все, что за мои деньги, оффлайн. Извините. Так. Можно в фексе работать удаленной? Интересно, неспроста. Ага. Фексе, это в смысле фронт-энде. У нас нельзя. Где-то может можно. Так. Недавно отправлял резюме в одной студии. Они попросили код. Скинул небольшие куски. Отказали по причине того, что нужен middle-strong. Объясните основные критерии, в чем различие кода джуна и мидла. Ну, я так думаю, что, честно говоря, над вами поиздевались. Потому что я затрудняюсь. Ну, смотрите. Давайте так. Если мне пришлют код стронг джуна и мидла, я не отличу. Я вам честно скажу. Даже стронг мидла. Возможно, что вы не тянули на стронг джуна. То есть, возможно, что у вас там идиотские названия методов и переменных и классов. Возможно, у вас странная структура кода. Но я думаю, что, скорее всего, это выпендрешь от собеседователя. Честное слово, по коду... Ну, я не знаю. Я бы... Нет. Ну, нет. Ребята, вот поверьте. Я человек, наверное, по тысячу нанял. Да? За все время работы. Я... Причем я после этого с ними работал. Так что я мог оценить результаты своего найма. То есть, хорошо ли я их нанимал или плохо. Так вот, я вам говорю. Я бы ни за что не нанимал человека, глядя на его код. Это... Это какая-то фигня. Реально. Потому что... Ну, блин. Ну, разные ситуации. Человек мог писать этот код в стиле остального окружающего кода. Да, он понимал, что это говнокод. То есть, если бы я вам показал какие-то куски своего кода, которые я писал для нашего индусского проекта... Блин, вы бы сказали, Немчинский, ты что, охренел вообще? Чему ты нас учишь, если ты такое говно пишешь сам? Но оно было в стиле всего окружающего, понимаете? Оно... Вы не можете написать идеальный кусок кода, который встроится в говняную систему. Это будет сам по себе гораздо хуже, чем написанное в общем стиле системы. Понимаете? Плюс к этому... Ну... Ну, блин. Непонятный критерий? Нет. Ну, это какая-то ерунда. Я бы на вашем месте из-за этого вообще не переживал. Возможно, что имеет смысл перечитать клинкод Роберта Мартина и посмотреть, насколько вы соответствуете его критериям. Если все это соответствует критериям Роберта Мартина, значит шлите нахер такую работу, что-то там кто-то вдоль попер. Вот. Если не соответствует, ну, сами виноваты. Так. На Foxy. Foxy. Что? FoxMind работает удаленно? Ну, я говорю, нет. Не получится. А какие распределения? Сколько бэков? Сколько фронтов? Сколько мануал? И AutoQA? Смотрите. Значит так. Сколько на групповое обучение, да? Ну, смотрите. Мы на самом деле гибкая структура. У нас есть куча готовых, в принципе, людей, которые хотели бы брать, как сказать, куча, несколько человек, которые хотели бы взять группу себе. То есть, в данный момент мы, ну, то есть, смотрите, мы возьмем столько, сколько сможем. То есть, мы будем их брать по одному. Посмотрим, как это пойдет. То есть, для нас это все-таки достаточно новое направление, вы же понимаете, да? Вот. И групповое обучение – это настоящий проект. Хоть он и, скажем, с учебными вроде бы как целями, но мы стараемся все-таки, чтобы вышел код, чтобы получился готовый продукт. Поэтому будем набирать по одному человеку, смотреть, как это получается. И будем оценивать по тому, сколько людей нужно для каждой части проекта. Вот. Если окажется переполнение, будем собирать вторую команду, которая будет писать отдельные. У нас там задач – отсюда и до обеда. Разделим на 2, 3, 4, 5 групп, будем писать. Работы хватает, людей, которые будут руководить этими группами, хватает. Прикинем по текущей ситуации. Я пока сейчас не готов отвечать, потому что, ну, для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно, чтобы у нас, как минимум, там, 3-4 группы уже работало у группового обучения. А сейчас из двух групп осталась одна, потому что одна группа уже полностью устроилась на работы. Частично к нам, частично к другие компании. Вот. Поэтому, сами понимаете. Так. Извините, может, прослушал. Какова стоимость участия в проекте? 3 как гривен, как на мендеринге? Да. Она для всех участников одинаковая? Да. Ну, то есть, для участников иностранцев – 120 долларов, как обычно. Вот. Для атошников у нас, ну, надо обсуждать. Женя, вроде бы, как, был согласен атошников за бесплатно брать. Мы будем смотреть. Да? Давайте обсуждать. Вот. Мы тут на групповом планировали ангуляр осваивать. Андрей Панасюк пишет. На групповом мы собирались осваивать ангуляр. Молодцы! Вы будете осваивать ангуляр. У меня, например, вот сейчас в моем боевом проекте, есть отдельный фронтендер, который хорошо разбирается в ангуляре. Есть и остальные девелоперы, которые тоже помогают там, дописывают в основном код. Фронтендер не только код дописывает, но еще и верстку делает, делает красоти, красивые и так далее. Ну, то, как делается в любой компании, где на фронтендер это выращивается. На джаверов, которые еще немножко умеют в ангуляр, навешивается только код ангулярский. Вам же удобно. Вот. Так что не переживайте, Андрей. Все будет хорошо. Вас не обидим. Наоборот, будет здорово. Вы там сейчас немножко потрахаетесь сами с ангуляром, потом придут люди, которые хорошо его знают. И пофиксят то, что вы там набезобразничали. А вы будете работать под присмотром людей, которые это хорошо действительно знают. Как показала наша практика, у нас вот фоксмайндер именно так работает. Это очень удобно. То есть и фронтендер доучивает немножко джава, потому что постоянно с джаверами общается. И джаверы, общающиеся с фронтендером, быстрее учат фронтенд. Это прекрасное сочетание. Вообще команда становится кросс-функциональной. Это очень удобно. Ну, я вам как project-менеджер говорю. Вот. Сергей, как вы относитесь к курсам Geekbrains? Ой, это по-моему российские курсы. Я что-то про их название только слышал. Не помню. Относите ли к нему то же самое, что вы сказали про java rush? Ну, ребят, давайте так. Я про Geekbrains практически ничего не знаю. По-моему, Стас из Ай как просто их рекламировал. Или я что-то путаю. Вот. Я его просто очень люблю смотреть, поэтому реклама у него пробегала. Но я совершенно про них ничего не знаю. Джава Раш, да, постоянно меня спотыкались. Я почему про Джава Раш рассказал? Потому что я регулярно... Ну, если бы я не видел их выпускников, я бы сказал, ну, курсы как курсы. Я не знаю, что там будет. На Джава Рашских выпускников я видел довольно много, но больше десяти человек. И, скажем так, результаты не впечатлили. Да? Поэтому я и счел, возможно, для себя сказать то, что сказал. Вот. Про Geekbrains ничего не могу сказать. Надо изучать результаты. Ну, из любых курсов надо смотреть на выпускников. Понимаете, да? О чем? Ну, смотреть рекламу, маркетинг, лендинги, программу обучения. Все это, конечно, здорово. Просто, собственно говоря, что получается на выходе. Поэтому увижу хоть одного выпускника Geekbrains, начну составлять впечатление. То есть участники групп обучения могут собираться в фокс-офисе по выходным, например, где будет скрам. Без проблем. Можете даже собираться у нас и по будням. Потому что у нас вот этот офис нижний, который предназначен для тренингов, он в основном пустует. Поэтому feel free. Тут и быстрый интернет, и кулер, и чайничек с кофейковыми печеньками. Собирайте, фигачьте. Никакой проблем. Сколько хотите. Так. Что вы думаете, что будущие зарплаты по отрасли? Говорят, будут снижаться и сильные. Я хп-программер, но все же. Значит так, смотрите. Есть объективные законы экономики. Объективные законы экономики нам говорят о следующем. Если где-то чего-то не хватает, то этот рынок будет стремиться эту нехватку восполнить. Сейчас есть огромная нехватка middle и senior девелоперов квалифицированных. Да. Но есть огромный переизбыток. То есть такой вот. То есть, как бы, junior, middle, senior. Да. И вот на входе в junior стоит огромный клубок людей, желающих попасть в junior. А потом есть надежда, что он рано или поздно переползет в middle, а потом переползет в senior. И будет переизбыток. Да. Ну, рано или поздно это случится. Другой разговор, что рынок тоже же гибкий. Надо понимать, что запросы рынка тоже гуляют. Сейчас пока выглядит так, что проектов хватит на всех, на много поколений. Ну, вы же понимаете, что 21-й век на дворе. Сейчас профессии появляются и исчезают за два года. Да. Это профессии. А что случится с конкретными заказчиками, с конкретными заказами? Ну, надо смотреть. Надо реально смотреть. И надо понимать, что никто это сказать не может. Сейчас пока вот такая ситуация. Насколько она долго продлится, насколько она соответствует тому, что должно быть дальше. Ну, я не готов ответить. Понимаете, да? Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И все-таки вот эта толпа джунов наконец переползет в медлов. И у нас будет относительно выровненная ситуация. Я бы хотел, честно говоря, что зарплаты у джаверов все-таки понизились. Потому что сейчас война зарплат приводит к ситуации, когда люди уже... Ну, вот Володя Кузнецов хорошо рассказывал. Люди уже спортивным образом, что называется, ищут работу как можно больше и больше. Ну, то есть сейнеры, да? В то время как джуны готовы уже зажрать работать. Ну, это фигня какая-то. Бизнес должен есть и джунов, и сейнеров, и медлов. И должна быть востребованность во всех. Рано или поздно это все равно выровняется. Поэтому, конечно же, зарплаты у сейнеров... Ну, или зарплаты у сейнеров упадут. Я думаю, скорее так. Или выровняется средняя зарплата по стране до приемлемого уровня, когда перестанут джуны в таком количестве бежать. Потому что, ну, сейчас джуновская зарплата, там, 400-500 долларов, она для многих свитчеров с других профессий даже не четок. Ну, а что там, 12 тысяч, да? Ну, нормально, как бы, так, в среднем по палате. Если в среднем по стране зарплата будет, например, там, 25 тысяч гривен, например, да? Ну, там, в районе тысячи долларов, да? То уже немногие согласятся работать, там, скажем, полгода за полтысячи долларов, да? И вал джунов уже существенно снизится. Как бы, есть надежда на то, что мы, ну, переживем этот кризис, меньше будет джунов, меньше будет и этого самого конкуренции. Ну, не знаю, прогноз-то еще тот, честно говоря. Я бы, честно говоря, знаете, чего бы больше всего хотел? Чтобы люди хотели все-таки повышать свою квалификацию. Я все же преподаватель, и я бы хотел, чтобы была востребованность не только джуновских курсов, из серии, как работать вот с этим простейшим фреймворком, а еще какие-то серьезные вещи, ну, уже появляется востребованность. Вот я смотрю, потому что Коля Алименков делает, не знаю, как у него правильное ударение, вот, всякие там перформанс-тюнинги и так далее, это уже медловские темы и даже сенерные. И у них есть большая востребованность. То есть, ну, хорошо, значит, постепенно мы переходим к состоянию, когда надо преподавать уже сложные вещи. Ну, хорошо, мне такой нравится. Так. Сергей, как вы? А, так. То есть, участники групп... Так, это что? Ага. Были ли в вашей практике джуниора на удаленке? Именно первая работа для джуна без опыта? Да, да, да. Вот Саша Холмов, который мне регулярно помогает на тренингах в качестве второго тренера, у него первая работа как раз была на удаленке джуном. Ну, честно говоря, он проклял на все на свете, с радостью оттуда потом ушел, но работа была такая, да. Не знаю, как ее нашел. Если интересно, я его как-нибудь позову на байке, пообщайтесь. Потому что, я думаю, Success Story всем интересна. Кстати, надо бы как-нибудь позвать, наверное, Витю. Витю Гогильчина. Вот, это с первого моего выпуска, наверное, самый успешный студент. Человек, который за полгода после выпуска дошел до замдиректора фирмы программистской. Но у него был хороший бэкграунд от Минский. Сейчас он, по-моему, тем ледом работает, что ли. Ну, очень, короче, да, Success Story, он как раз в Киев вернулся, надо его позвать. Ага, вот. Да, это я до нашего ивент-менеджера смотрю, ну, такое. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как стать full stack для устройства на работу? Сначала учить Java, потом frontend или наоборот? Я понимаю, что вы скептик по поводу них, но все же. Во-первых, я свой скептицизм уже немножко отставил. У меня есть своя телега по этому поводу. Я надеюсь записать о ее отдельном видео. Но вкратце, я думаю, что просто это некоторые изгибы и извращения. Потому что я думаю, что какой-нибудь TypeScript достаточно скоро отобрет с момента того, как нормальный ООП сделают в ECMIScript. Да? Когда в браузере будет выполняться нормальный ООП язык, а не JavaScript, господи. Убей меня. Вот. И никаких вот этих извращений, когда нормальный человеческий язык типа TypeScript компилируется в JavaScript, бред какой-то. Вот. То есть, смотрите. Ну, ладно. Это длинная телега. Если интересно, расскажу, спрашивайте. Но в принципе, у меня есть ощущение, что эта штуковина все же не настолько надолго, как бы хотелось. Но FullStack Developer сейчас в достаточной степени востребована. Я пересмотрел свою точку зрения. Я думаю, что все-таки имеет смысл это подучивать. Что сначала Java или FrontEnd? Конечно, сначала Java. Java не меняется практически. Если вы выучили Java, вы ее знаете. В FrontEnd сейчас, блин, каждые 2 недели новые фреймворки. Поэтому нет смысла сначала выучить FrontEnd, а потом через месяц или 2-3-5, когда вы выучили Java, обнаружить, что ваши знания вообще не валидны никак. Поэтому сначала Java, потом немножко FrontEnd. Эти специалисты более востребованы, чем много FrontEnd и чуть-чуть Java. Ну, тогда уж просто чистый FrontEnd, потому что они востребованы очень сильно. Да? Ну, такое. Ну, в принципе, да, на сенерной особенно позиции FrontEnd там есть и требования по Java. Мне рассказывали тут на днях. Я впечатлен. Вот. Надеюсь, ответил. Так. Сергей, большое спасибо за байки. Да, пожалуйста. Позовите как-нибудь гостей Юрия Ткача. Господи. Юрий Ткач, запиши, пожалуйста. Я вообще не помню. Это очень знакомая фамилия. Я все пытаюсь вспомнить. Это какой-то, наверное, хороший тренер. Я просто, ребят, извините, я, честно говоря, немножко мизантропы. Вообще, человек и ненавистник. Я думаю, вы заметили. Вот. Мне тяжеловато с людьми общаться. Поэтому надо взять себя в руки и списаться с Юрием Ткачом. Ок. Хорошо, я попробую. Как подготовиться к групповому обучению? Студировать туториал по Angular 4. Можно как-то связаться с Тюремом, чтобы подсказал, как подкачаться. Ну, или с кем-то из вашей флор-команды. Напишите нам на InfoFoxMinded. Мы разберемся с Forward Dim, с Квяжем и разберемся. Чтобы просто эти вопросы не терялись. Потому что чат – это чат. Все вопросы, которые вам приходят в голову по поводу учебы, по поводу того, куда мы движемся, куда мы не движемся, на чем останавливаться, какие требования и так далее. Давайте нам на InfoSobakaFoxMinded.com.ua. И мы вам постараемся там ответить. Просто на некоторые вопросы я не готов отвечать прямо вот так. Мне нужно посоветоваться с ребятами. Нужно обсудить. Может быть, переправить. Может быть, не переправить. В общем, посмотрим. Так. Вы работали с Node.js на backend? Нет, не работал. Я работал с ESP, который еще не .NET. Там тоже был JavaScript. И если в будущем на JavaScript на backend… Ребят, вы должны понимать, любой разработчик рано или поздно меняет языки программирования. Вы должны понимать, что 21 век на дворе. Вы, скорее всего, несколько раз поменяете профессию за жизнь. Рассчитывать на то, что вы выучите один язык, особенно JavaScript, и будете на нем педалить всю жизнь, не надо. Правда, не надо. Так не будет. Гарантированно. Вы будете учить, ну, как минимум, десяток языков за жизнь вы выучите, если даже всю жизнь будете программистом. Я, например, всю жизнь не был программистом. Я ушел в админство, я занимался DBA-ством, саппортом даже занимался, даже свой бизнес поднимал тогда по продажам всякой фигни. Так что не рассчитывайте. По поводу Node.js. В Node.js я вообще ни разу не верю. Это, как я уже говорил, по-моему, достаточно косубатая поделка на потребу сегодняшнего дня. Вот сейчас нужна была фиговина, мы ее сделали. Ну, хорошо, типа, но зачем? Я, ну, просто не думаю, что это уже очень надолго затянется. Потому что, ну, есть огромное количество языков, которые для сервера подходят гораздо больше, чем JavaScript. Ну, как минимум, ребят, давайте будем честны. Серверный JavaScript и клиентский JavaScript, это вообще разные языки. То, что у них синтаксис одинаковый, блин, сейчас у половины языков сишный синтаксис, правильно? Чем отличие, например, у серверного JavaScript от того же PHP? Немножко другие команды? Такевшкин, тузик. И все, в принципе, те же самые объекты, те же самые возможности по большому счету. Разговаривать о том, что вы выучили один раз JavaScript и его используете, но это разговор в пользу бедных, потому что серверный и броузерный JavaScript, вы там с разными объектами работаете, с разными функциями, с разным всем синтаксисом. Я не очень понимаю, честное слово, смысла в изучении Node.js. Не знаю, не верю в него. Так, Сергей, насколько важно знать Java EE вместо Spring для интерфейс разработки? Ну, смотрите, сейчас примерно 80%... Ну, так, по моим прикидкам, из того, что я посмотрел по вакансиям на джине, на работе, на ворку, вот, там примерно 80% джаверов требуется Spring. Примерно 20% Java EE. Это не знаю, ну, то есть... Ну, на самом деле, поскольку вакансии дохерищи и на том, и на другом, то, вообще, для вас там, ну, было бы 40 на 50, там, 40 на 60, было бы 90 на 10. Какая разница? Все равно, если эти 10 несколько сотен, ну, вам одна работа нужна, правда? Вот. Мне лично стэк Java EE нравится в разы больше, чем спринговый. То есть, вот у меня был предыдущий тренинг по Java EE, а сейчас я готовлюсь к тренингу по спрингу в очередной раз. Ну, блин, ну, какой же спринг все-таки кацубатый? Я не могу... Вот, честное слово. Ну, достаточно сказать, вы знаете, вот, как называется аналог спринггута на Java EE-шном стэке? Он называется Enterprise Server. Вам просто ничего не надо писать, оно из коробки работает. Блин. А тут примитивы, версии, зависимости. Твою мать, только траха какого-то. Ммм, ну, я не знаю. А уж я молчу про спринг MVC, который меня вообще вызывает отторопи. 21 век на дворе не сделает нативную поддержку от JAXA. Не, я понимаю, что модно делать на ангулярах, модно делать на реакте. Но, фактически, это означает просто отказ от огромного количества функционала. Я не понимаю, чего они руководствовались. Вот реально, вот просто не понимаю. Да. Не знаю. Ну, мне кажется, что все-таки они должны, ну, то есть, Spring Foundation, они должны пойти по стране упрощения. То есть, все же, вот Spring Boot, конечно, костыли еще те. Вот это реально костыли. Самое главное, что если вы его один раз все поставили, потом из проекта его, блин, с саными тряпками не сгонишь. Настолько как-то на этом все завязано получается. Мне не нравится очень, ну, то есть, мне как Project Manager проекты, сделанные на Spring Boot не нравятся ужасно. То есть, эта штуковина просто становится ужасно фрегал. Ну, такое. Так, так вот, по поводу изучения, надо ли учить Java EE вместо Spring. Ну, смотрите, я бы советовал, если есть возможность, изучите тот и другой стэк и работать на том, который, так сказать, подвернулся сейчас под руку. Если нет возможности, учите тот, который проще или чаще появляется. Я бы советовал, несмотря на мое хейтерство, учить Spring, потому что на него больше вакансий и, по идее, по идее, вроде бы как легче стартовать. Да, мне почему-то не легче, я не знаю, наверное, у меня руки сжег. Вот, у меня Java EE-шное приложение взлетает сразу, а Spring Boot полдня протрахаться. Почему так, не знаю. Так, как много проектов в вашей карьере были выполнены на Java EE, Sun Oracle? Практически все. То есть, если мы говорим про, смотрите, вы просто должны понимать, спринговый стэк очень нехорошо подходит для больших монолитных энтерпрайз-приложений. Он просто под это, особенно если оно с большими нагрузками. То есть, например, на спринговом стэке писать приложение, работающее на кластере, ну, очень на любителя, скажем так. Вам придется жестоко потрахаться, тогда как на Java EE-шном стэке это приложение работает с коробки на кластере. То есть, вам вообще не надо ничего менять, да? На спринговом стэке очень удобно делать микросервисы, да? Но вы должны понимать, что микросервисы это пока еще такая достаточно большая невидаль для кровавого энтерпрайза. То есть, он как бы к этому склоняется, рано или поздно, возможно, что-то из этого получится, но так не очень активненько. Ну, то есть, там дохерищи коды, зачем все переписывать и так далее, но понимаете. Поэтому, если мы говорим про большой кровавый энтерпрайз, то там практически везде, да, там во многих приложениях используется Spring Core, ну, тот, который раньше назывался Spring Data Dependency Injection, Spring IOC. Ну, и все, в основном морды, ну, в подавляющем большинстве морды на GSF, из того, с чем я работал. Ну, на Spring IOC я ни одной морды не видел, честное слово. GSF и немножко GVT, да, и такой кошмар встречается. На Spring IOC ни разу морды не видел, ну, именно в своей карьере. Вот маленькие проекты, да, которые вот сейчас новички, там вот это вот сейчас стартуемся, да, там сплошной Spring IOC. Ну, такое. Ну, вы же должны понимать, есть мир больших сложных энтерпрайзов, больших, и есть мир стартапов и быстрого старта приложений, где всякие микросервисы и так далее. Там живет Java IE, а тут живет Spring практически поголовно. Но вы понимаете, во втором мире гораздо большая текучка, потому что там бегают как раз те самые программисты, которые мы хотим интересный проект, прибежали, ай, у вас не интересный проект, бросили и побежали к другому интересному проекту. Поэтому текучка там зверская. А в кровавом энтерпрайзе в большинстве случаев люди как пришли на проект, так и сидят там. Люди постарше, помудрее. Вот, ну ладно, хватит себя хватить. Вот, так что такое. А много ли уже заявок? Конкуренция большая, надеюсь, меньше, чем на junior вакансиях. Пока меньше, да, там счета что-то в районе... Сколько у нас там заявок? 20. Около 20, да. Когда дочка в байке вернется? Мне ее не хватает. Она поступила в киевский лицей-лидер на дизайнерский класс. Самоотверженно там сейчас фигачит. Ну и надеюсь, что по завершению школы уже будет готовый классный дизайнер. Я абсолютно уверен, что первой ее работой будет опять-таки у нас. Но она у нас отработала летнюю практику. Как дизайнер я в жутком восторге от ее работы. Я думаю, вы видели много графики, которые она сделала. Переделала наши логотипы, переделала нам все заставки к видео и так далее. Сейчас у нас другой дизайнер работает, буквально последний месяц. А вот летом все, что было нарисовано, это она. Я очень доволен, как она рисует. И растет она просто как профессионал чудовищный. Я ей, честно говоря, завидую. Блин, мне бы в 14 лет, честно говоря, такие возможности. Вот тебе настоящая работа, вот тебе настоящие задачи, вот тебе там настоящая зарплата. Я ей карточку зарплатную завел и вот это все. Ну, когда она вернется в байке, я не знаю. У нее там действительно очень тяжелая учеба и не представляю, как ей тут сейчас. Так что, наверное, не раньше, чем следующим летом. Ну, если вы просите, могу попросить посидеть рядышком. Вы не раз говорили о Юнити. В чем сложность позвать Синьер Юнити? Нет знакомых. Просто тупо нет знакомых. Ребята, вы же должны понимать, я реально мизантроп, мне тяжело с людьми общаться. Если есть кто-то, есть какой-то знакомый, который вы можете посоветовать, или который у вас есть знакомый, ну, я могу кинуть в футсбук. Вдруг какой-то сложный человек придет. А что я буду с ним потом делать? Ну, я не знаю. Вообще, надо бы, конечно, позвать. Мне, например, интересно, да. Давай позовем кого-нибудь по Юнити. Давай. Хорошо, мы запишем. Так. Создатель Node.js недавно сказал, что JavaScript подходит только для фронта и в серверах надо использовать только Go. Ой, ребят, про Go я ничего не могу сказать. Вроде как язык вполне приличный. Заявка хорошая. Я бы подождал лет пять, прежде чем выносить вердикт. Пока не готов. Опишите, пожалуйста, типичный рабочий день JavaJune или Медла. Сейчас попытаюсь. Ну, смотрите, типичный. Давайте сначала про Медла. Типичный рабочий день Медла выглядит следующим образом. В большинстве проектов все-таки используются какие-то стендапы, да. Ну, либо это скрамовые скрам-митинги, либо там, ну, какой-то джалл в любом случае используется. Канбан, там, лин, еще что-то. Вот. В любом случае, в какой-то момент, в день, Медл должен доложить о том, что он сделал, какие у него проблемы и какие у него эстиммейты по следующим делам. Это must-have и это умение должно освоить любой человек. Ну и потом, в общем-то, работать. Работа состоит в большинстве случаев из того, что он взял таску из Jira или что там используется. Ну, в большинстве случаев Jira, ну, изредка Redmine или что-нибудь там более экзотическое. Взял таску, засайнил ее на себя и начинает пилить. Если задача непонятна, он обращается либо к своему тимлиду, либо к своему тестировщику, либо к своему бизнес-аналитику, кто у него там есть в наличии. И спрашивает, вот это как должно работать, вот так или так, или сяк, или так. Ну и дальше пилит код. Допилил код, просмотрел, закоммитил. И дальше в большинстве случаев идут какие-то, ну, там обсуждения, передачи информации. Возможно, какие-то сложные задачи он зовет кого-то из коллег, помочь ему в паре посидеть над этой задачей. Вот, ничего такого сверхъестественного в работе программиста нет. И я поэтому даже не знаю, на что тут опереться. На обед сходить, опять же, с коллегами, да? Вот, смотрите, подавляющее большинство наших разработчиков работает все-таки на Америку. Ну, процентов больше 50 точно. Потому что в Америке, во-первых, очень хорошая культура управления проектами по сравнению с европейцами. А сколько с европейцами не работал, что-то вот у них никак ремонтным проектом управлять не получается. Ну, практически ни у кого. А у кого получается, выясняется, что человек долго в Америке жил. Вот, американцы получается. Поэтому вы должны понимать, что, например, с Лос-Анджелесом, где очень много программистских фирм сидит, у нас 10 часов гэп. 10 часов гэп, это означает, что у них 8 утра, а у нас 6 вечера. И, ну, вот. Поэтому на работу в большинстве случаев люди приходят к 12, а то и к часу дня. Несмотря на все попытки всех аутсорсинговых фирм заставить своих программистов приходить к какому-то человеческому времени, дай боже заставить программистов к 12 приходить. Она обычно уходит 7-8. Вот так. Вот. Про джуна. Типичный рабочий день джуна состоит в том, что в какой-то момент, конечно же, он теряется и начинает бегать по окружающим с вопросами, а вот это как делать, а как вот это вот, помоги мне, объясни и так далее. Ну, это хороший джун. Плохой джун сидит, втыкает и ничего не может сделать. Не надо быть таким джуном. Вот. Ну, такой. Так. Где посчитать программу обучения на фронт-энд? Ребята, мы готовим эти странички. Сейчас они в разработке. Скоро будут. Ну, как сказать, скоро. На фронт-энд, я думаю, будет уже где-то через недельку. Вот. Может через две. А, да. Советуем подписаться на нашу рассылку. На главной странице нашего сайта есть подписка. Мы будем нотифицировать. Честное слово. Письмами спамить не будем. Письма только очень приличные. От них можно подписаться и отписаться. Они через MailChimp. Мы приличные люди. Вот. Спамами не рассылаем. Порог для менторов по C-Sharp и Unity. Senior Only или Медлы тоже подходят. Подходят Медлы. Ну, таких хороших, которых хотя бы там три года стажа. Подходят Медлы. Зовите, пообщаемся. Как смарт-рама поживает? Чем она занимается? Смарт-рама осталась, собственно говоря, на Диме Горском. И, по-моему, никак не поживает. По-моему, скорее не поживает, чем поживает. Но... Ну, такое. В принципе... Дима просто перфлекционист. Я... Он мой достаточно хороший и близкий друг. Но по вопросам работы мы что-то как-то разошлись в представлениях о прекрасном. То есть Дима считает, что все должно быть сделано идеально. А если не сделать идеально, то лучше не делать. Я считаю наоборот. Я считаю, что лучше Греново сделать, но сделать. Вот. Поэтому... Вот так работает FoxMind, так работает смарт-рама. Вот. Ну, наверное, я не буду тут отдаваться. Ссориться не хочется. Хорошо? Так. Вы знакомы с Пайтоном и его backend-фреймворками? Джангла Флэск. С Пайтоном знаком, с дочкой помогал лабораторке делать задания школьные. Вот. А с фреймворками Пайтоновскими? Нет, нет, нет. Спасибо, мне хватает жизни более веселых развлечений, честное слово. Что могу сказать про сам язык? Язык мне скорее нравится, чем мне нравится. Я его, если вы видели в видео про рекомендации первого языка, рекомендовал как первый язык. Многие ругают, но... Слушайте, ну... Раньше многие советовали Паскаль как первый язык. Не надо Паскаль как первый язык. Вот вообще не надо. Потому что begin and end это страшно. Ну реально. Запредельные избыточности языка это не хороший вариант. Вот. Более того, я дочке тут одно время помогал у них еще на... На фри Паскале, как он там называется? Ну, на каком-то Паскале бесплатном, выглядящем как Дельфи, но из говна и палок. Что-то они там писали. Это трэш, угар и садомия, честное слово. Переменные, которые нельзя создавать внутри методов. Господи, может я конечно рукожоп, может я что-то не понимаю, но мне ужасно не понравилось. Не надо на Паскале писать. Поэтому, в принципе, ну язык как язык для учебных целей подходит практически идеально. Он компактный, он понятный, он С-образный, если исключить скобочки. И, в общем-то, такой и широко распространенный, и хорошо используемый. То есть, из скриптовых языков сейчас, наверное, его, ну если не знаешь ни одного скриптового языка, то Python это как раз первый кандидат для того, чтобы выучить. А скрипт, скриптовый язык какой-нибудь нужен практически в любой профессии, даже джайеру. Поэтому, ну мне нравится идея. Подскажите, пожалуйста, какая разница между стажером и джуном, если там и там платят хоп маленькую на зарплату? Ну, это зависит от компании, кто как называют. Кто-то называет стажером, кто-то называет джуном, кто-то называет тройни, кто-то называет тьюнэйм. Придумывает название от себя. По большому счету мы просто даем обобщенное название, да? Кто-то называет младший разработчик. Вот. Поэтому тут все упирается, собственно говоря, в требования конкретной вакансии. Вот. Где-то требует джуна с опытом от двух лет, понимаете? Вот. Интересно посмотреть на человека, который с опытом от двух лет называет себя джуном. Окей. Вот. А кто-то, наоборот, на медла собирает людей без опыта. Ну, правда, такое редко бывает, но все же, видела я и такое извращение. Поэтому такое. Так. Спрашивают, почему нет байк с менторами FoxMinded. Исправимся. Идея хорошая. Вот мы как раз Витя Угогильчина позовем. Он у нас с моего первого выпуска. Надо позвать. Если он захочет, конечно. Вот. Ну, позовем, позовем. Если вам интересно, ну, смотрите, надо совершенно точно позвать Олега Марчука. Он хорошо выступал и записи его увидели. Позовем, обязательно. Ну, просто понимаете, в чем прикол? Почему я не очень хотел проводить байки с менторами? Потому что они получатся уже очень однотипные, да? То есть все мои менторы это Middle, Senior, Team Lead, Java. Примерно схожим бизнесовым опытом. Ну, то есть Вовку вы же видели, Кузнецова. Ну, они все примерно в этом же направлении. Вовка, правда, действительно крут, но там где-то в этом же направлении. Мне просто очень не хочется, чтобы байки были реально одинаковыми, с одинаковыми вопросами. Просто с разными лицами, но с одними и теми же темами. Ну, блин. Ну, время от времени будем звать, конечно. Конечно. Так. Так. Дропвизард versus спринтбуд. Ну, такое. Ну, такое. Ну, смотрите, на Дропвизарде я ни одного боевого приложения не видел. Я его поковырял, ну, вроде как нормально. Ну, блин, ребята, ну, такие вещи не проверяются на «поковырял и посмотрел», да? Такие вещи проверяются на революционном боевом проекте. Ни один боевой проект я на Дропвизарде не видел. В принципе, Саша Холмов вот, например, его просто вот так хвалит. Ну, наверное, хороший. Не знаю. Я посмотрел, я большой разницы не вижу. Я скажу так, спринтбуд я не в восторге. Да, но я вам уже это говорил. А Дропвизарде я не могу быть ни в восторге, ни в восторге, потому что я его в боевом окружении не видел. Ну, не знаю, честно. В любом случае, для микросервисов должна устояться ситуация. Они еще пока не то что сырые, они в зачаточном состоянии пока. То, что сейчас называется микросервисами, это реально какая-то порнография. Потому что даже по сравнению с тем, что делается на сервисбасах, вот это СОА, да, architecture у IBM и Oracle, это по сравнению с текущим состоянием микросервисов, вообще, ну блин, космический корабль по сравнению с камнем на палке. Ну, нет, там все, ну, просто пока к построению микросервисной архитектуры нужно подходить как следует. Пока еще нет даже как следует теории, которая объясняет, как это должно строиться. Нет стандартов, нет вообще ничего каких-то представлений. А Drop Wizard это, ну, как бы, понимаете, тут нужен инструмент, который воспроизведет всю ту теорию, которой пока еще нет. Поэтому ждем, следим, ну, блин. Мне не нравится на текущее состояние интерпрайс разработки от слова вообще. И я вижу, что она рано или поздно должна, конечно, измениться. Но об этом я долго рассказывал в своих выступлениях. Если там проблемы архитектуры и статьи на долл, тоже заходите, почитайте. Я там постарался рассказать о том, почему мне все это не нравится и куда будем двигаться дальше. Ну, в общем, такое. Если интересно, можем следующий раз по этому поводу поспорить. Интересно, будут ли курсы по JavaScript плюс Angular 4 верстальщиков? Ну, смотрите, Angular 4 это уже не верстальщики, это фронтендеры. Верстальщики сейчас никому нахер не уперлись. Но в курсе по Angular 4 мы, безусловно, включим и задачи на JavaScript. Потому что без JavaScript вы просто собеседование не пройдете. Да и Angular еще пока сырой. Там ощутимые куски приходится все равно JavaScript подписывать. Поэтому, ну, это надо учить, извините. Поэтому в курс по фронтенду будет включен JavaScript, конечно. Так, Сергей, есть ли в твоем арсенале собеседование вопросы про изменения в версиях Java? Что нового 6, 7, 8, 9? Нет, я не вижу в этом смысла. Это, знаете, это... Вот я, например, очень люблю историю. Ну, как сказать, очень люблю. Ну, интересуюсь, да? Вот. Меня... Ну, высокой оценки по истории у меня в школе никогда не было. И в институте. Потому что, блин, что, даты учить? Зачем? Ну, ладно, есть какие-то опорные даты. Там 1917 год, там, не знаю, 2001, да? Ну, помнить там, когда произошел, например, 20-й съезд КПСС? Да не насрать ли, собственно говоря, да? Я просто знаю, что там происходило и почему он так важен. Но тут та же самая история. Ну, какая разница, в какой версии Java добавили, ну, например, дженерики? Я помню, что в 5-й, потому что для меня это был критический вопрос. Но если я спрошу об этом Джуна, поступающего ко мне, ну, что он об этом скажет? Ну, и зачем? Нет, я всегда спрашиваю только о том, что реально требуется на проекте. Я поклонник того, чтобы задавать только те вопросы, которые мне действительно покажут. Человек знает или человек не знает? Человек сюда пришел, чтобы херней пострадать или он действительно хочет работать? Вот только эти вопросы. Поэтому вопросы у меня всегда без подковырок из серии, вот, смотрите, здесь скобочку потеряли, а вы не заметили? Вот, я когда вижу такого вида вопрос, меня типать начинают, честное слово. У меня один раз было такое собеседование достаточно давно, когда собеседователь действительно пытался меня подловить на закрытых скобочках. Я так вот на него выпучился, сказал, да, спасибо, конечно, ну, ладно, хорошо, я пойду, пожалуй. С другой стороны, вы же должны понимать, скажем так, среди собеседователей по джаве есть две породы. Нормальные люди и долбоящеры. Нормальные люди стараются подобрать себе людей в команду и поэтому задают вопросы по тому, что действительно для проекта важно. Например, если у него проект по спрингу, он не начинает спрашивать про джава и ей, наоборот, да? Ну, потому что, ну, какая тебе нахер разница, знает он другую или не знает, если у тебя нет этого в проекте? А долбоящеры любят какую-нибудь любимую тему, самая любимая тема у них многопоточность, следующая любимая тема у них содержание банккода, а следующая любимая тема у них сложность алгоритмов. Вот он садится на свою любимую долбоящерскую тему и начинает всех собеседуемых, вне зависимости от того, на какой он проект идет, задалбывать по своей любимой теме. Пришел человек на саппорт проект, который тянется 10 лет, там сраный какой-нибудь там, не знаю, шестая, шестая, а то и пятая джава, там plain gdbc, там вообще ничего нет, туда надо просто прийти и педалить эту фигню. Он на него начинает спрашивать, ой, слушай, а вот многопоточность, вот скажи мне, что должно быть синхроновать блоки, а почему это, а как это устроено? Твою мать, на этом проекте нет никаких многопоточностей, что ты его про это спрашиваешь? Но нет, он будет продолжать задалбывать своими долбоящерскими вопросами, всех. Поэтому есть не нулевая вероятность, причем этих долбоящеров, ну процентов 40, наверное, от собеседователей. Вот, поэтому вероятность того, что вы придете на собеседование, вам начнут задавать какие-то вообще олигофренические вопросы из серии «Сколько байт занимает INT?». Я 20 лет проработал разработчиком, мне ни разу это не понадобилось. Если мне понадобится, я на гуглю это за 2 секунды. Какого черта ты меня это спрашиваешь? Зачем? Чтобы я в голове еще держал какую-то дебильную константу? Ну какая разница, это было важно для сей, да, потому что если ты использовал адресную арифметику, то ты мог попасть не в ту цифру. Но твою мать, если ты использовал адресную арифметику для работы с интами, то у меня для тебя плохие новости. Тебе надо к психиатру. Зачем это нужно Джаве, я не понимаю от слова вообще ни разу. Да, конечно, не влезет в память, если у тебя одно из полей INT. Блин, да у нас полей INT раз-два и обчелся, там в основном аишки. А все остальные поля это стринги. Причем там стринги по мегабайту. Поэтому размерность твоего онта не влияет ни на что. Но спросить про это, это же святое. Ой, какое это святое. Поэтому, когда вы говорите, нужно ли искать вот это для собеседования, ответить я, к сожалению, не могу. Скорее всего понадобится, потому что дебилов хватает. Так, спрашивать Java 8 очень часто пытаются. Ну, треба знать. Ну, скажем так, я бы в любом случае это советовал выучить. Потому что рано или поздно вы наткнетесь в коде на этот кусок, даже если вас не спросили, когда использованы возможности Java 8. Ну, и кроме всего прочего, на то, чтобы понять новые аспекты Java 8, ну, там дня два уйдет максимум, если вы в расслабонистом режиме. Поэтому я бы советовал все-таки действительно это знать. Другой разговор, другой разговор. Это надо знать к моменту собеседования. Если на вашем проекте это не используется, вам просто для общего образования, может, стоит подучить. Ну, так, пока это не сильно актуально, я бы сказал. Хотя, наверное, уже пора. Наверное, уже пора. Да. Как вы считаете, нужны ли глубокие знания Java в QA Automation? Нет, 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 конечно. По большому счету QA Automation весь сводится к использованию Selenium Web Drive. Вы будете смеяться. Там ровно один фреймворк. Поэтому умение написать читаемый код, умение понимать методики тестирования, что тестировать, собственно говоря, то, что делается мануально. И умение понимать структурированность. Кстати, по Automation QA у нас наиболее готов. Там уже учебная программа написана, мы ее скоро опубликуем. Вообще, Automation QA очень интересная тема. Я несколько раз работал с Automation QA Эмера, и у нас работает девочка у нас на проекте Automation QA. Это самый простой из тех курсов, которые мы будем стартовать. Другой разговор, что там много вещей, завязанных на мануальное тестирование. И если вы не умеете мануально тестировать, Automation QA, конечно, не для вас. Поэтому я советую все-таки, если вы пойдете к нам на Automation QA курс учиться, то я советую вам сначала все-таки пройти мануальщиков у кого-нибудь. Например, вот у боковца. Очень хорошие отзывы. Я с его выпускниками общался. Да, Start IT. С его выпускниками общался, у него очень хорошие выпускники. Но, в принципе, Automation QA сам учит. Ну, сами сравнивайте учебные программы, сами смотрите. Как? Где? Вот. Будут ли байки с вашими выпускниками, которые устроились и могут поделиться своим опытом на старте карьеры? Ну, постараемся это организовать. Мы записали себе. Что дальше учить после основ языка? Где искать информацию? Ну, во-первых, есть моя знаменитая статья с огромным количеством рассмотров, где я написал, что надо учить. Статья достаточно давняя, то есть ей больше двух лет, по-моему. Но там ничего не изменилось. За исключением, что сейчас учат все-таки спринговый стэк, а не JSF и не STRATS. STRATS вообще умер, забудьте о его существовании. Сейчас вместо него спрингом виси. Честно говоря, мне это несколько обидно, потому что STRATS был лучше. Реально. И более компактный, и более читабельный. Ну, да. Будут ли лекции по декомпозиции? Смотрел одно ваше видео, очень хочется продолжения. Ой. Смотрите. Сразу буду честным, да. Смотрите. Я понимаю, что декомпозиция, знание по декомпозиции, это то, чего нашей индустрии не хватает от слова вообще. Да. Это то, в чем у нас тотальные провалы. То, чего не умеют у нас делать даже многие сеньеры. Не говоря там о медлах, а я уже молчу о джуниорах. Другой разговор. Это поэтому специалист по software engineering в моем лице говорит, блин, Серега, этому надо учить. С другой стороны, я понимаю, что продать тренинг по декомпозиции Unreal полный. Никто не захочет покупать этого. Поэтому мы попытались устроить встречи анонимных декомпозеров. Получилось, что, скажем так, уже очень сжато. Нам надо сначала сыграться. Надо сначала разобраться. Людей пришло много, мы не успели обсудить вообще ничего. Во второй раз никто практически не пришел. Короче, ну лето с одной стороны было, с другой стороны. И у нас немножко первый билинкомом получился. То есть мы все это, конечно, учли. Но не уверены, насколько второй раз получится. Поэтому, в принципе, очень хочется в этом направлении двигаться. Но как это все обустроить, я хоть убейте пока не знаю. Но как только узнаю, вы будете первыми, кому я сообщу. Честное слово. То есть сначала мы сейчас застартуем вот эти три новых направления по менторингу. Проведем все тренинги, о которых я рассказывал. Еще раз напоминаю. 9-10 сентября по ангуляру в эти выходные. 23-24 сентября по спрингу в Николаеве. 7 октября день открытых дверей у нас здесь. Напоминаю, да? И мои выступления 29 сентября на IT-форуме в Запорожье. 14 октября на Outsource People в Киеве. 28 октября на PMD в Киеве. Вот это мы все проведем. Запустим наши менторинги. И будем думать над тем, куда дальше двигаться. В принципе, как вы знаете, я тут увлекся немножко техниками Гэцингдан и Макса Дорофеева. Вот это вот джедайские техники. С Максом Дорофеевым мы списались и даже договорились, что я буду его технике, поскольку сам он в Украину не приедет ни при каких раскладах, он сказал, то я, наверное, буду пробовать проводить его тренинги здесь с его разрешением. Он мне материалы прислал и благословил на это дело. Так что следите за анонсами, если интересно, пишите нам, кстати. Было бы приятно услышать, если кому интересно поучаствовать в тренинге, именно в тренинге, не в лекции, по методике Дорофеева джедайские техники. Я, худо-бедно, это все-таки освоил на себе, так что тренинги будем проводить эзиз по-настоящему. По декомпозиции мы с женой по этому поводу спорим уже, наверное, полгода по поводу того, как это все обустроить и как сделать красиво. Жена, напоминаю, у меня управляет нашими групповыми, ну, она у нас руководит направлением групповых тренингов, группового обучения. Вот, пока никак красиво не получается, будем смотреть. Очень хорошо, в принципе, зашел тренинг по Enterprise Pattern, но он реально сложноват для новичков. Ну, блин, ну, у людей там дым из ушей шел, я помню. Но я думаю, что его все равно надо будет весной где-то повторить, потому что тренинг очень важный. И я увидел, насколько люди привыкли колбаситься вот в этом мире своих фреймвордчиков. Один фреймвордчик к другому фреймвордчику, один к другому, один к другому. И совершенно не способны подняться на ситуацию и посмотреть, а может быть здесь можно вообще просто сделать? Или наоборот вообще сложно, а вот эту часть можно по-другому сделать? А это вообще, все привыкли ходить по одной проторенной дорожке. Это просто один из тысяч возможных комбинаций, которые можно собрать. Это, на самом деле, мощная штука. Поэтому, ну, если интересно, кстати, пишите нам опять же на InfoFoxMinded. Мы учтем. Если соберется достаточно заявок, пройдем побыстрее тренинг по Enterprise Pattern. Тренинг был хороший, правда. Так, может ли Middle Java Developer на проекте принимать решение о том, чтобы добавить библиотеку в Dependency проекта, если ему нужно для его задач? Нет, конечно. Вы что, с ума посходили? В Dependency добавить? Ребят, я с вами уже ругался один раз. У меня есть видео. Очень советую его посмотреть. Оно в списке новичковых. Называется оно Как пишется и разрабатывается Enterprise проекты. Вот, пожалуйста, пересмотрите. Я вот как раз детально рассказывал по этому поводу. Dependency в проекте это жесть. Такие вещи добавлять... Ну, слушайте, ну, может этот Middle 1 на проекте, но в любом случае такие вещи согласовываются с заказчиком. Потому что там могут быть ограничения по... Господи... Господи, как он называется? По разрешениям на распространение... По... 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 И... Все! С точки зрения этой лицензии, весь ваш софт должен быть опубликован как в Ubensource. Вам заказчик оторвет что-нибудь, я вам гарантирую. Вот. Вы подложили, например, библиотеку другой версии чем та, которая установлена на боевом сервере. В котором вы будете жить с другими приложениями, возможно. могут быть какие-то другие бизнес-ограничения например мы не используем библиотек этого производителя потому что какие-то там свои терки да мы используем библиотеки вот этого производителя ну понятно про пач никто не говорит но есть масса таких аспектов нет вы чего зависимость добавлять мнение это сложно так дайте ссылку пожалуйста где на групповое обучение регистрироваться info собака foxmind.com.ua вам все вышлют при собеседовании как проявляют практические умения кандидата не теоретические знания просят написать что-то типа как работает кофемашина нет конечно все очень просто я например проверяю следующим образом практические навыки кандидата я говорю на каком проекте вы работали на чем проект написан какие проблемы встретились расскажите там про основные проблемы что сделали это не выдумаешь человек про свой проект рассказывать жаром у него будет пена изо рта идти он будет размахивать руками бегать поставок по комнате говорить а вот здесь вот это вот тут библиотека глюкава и так далее и мы ее пофиксили вот так но так она не фиксилась мы в результате вынуждены были в байткот лезть или еще что-то это видно это не сыграешь более того это поделать невозможно блин если человек работал на проекте это видно если человек на проекте не работал он отвечает следующим образом ну проект на таком-то стейки вы какую часть писали ну я там ну не знаю ну кое-что поправлял хорошо вот этот библиотеку какую версию использовали ну не помню какой-то использовал вы какую часть этой библиотеки использовали я не помню ну в общем понятно чем разговор да то есть человек может был на этом проекте но он был на нем неделю и пенал соответствующий орган ну другого года я по этим рассказам не могу сделать другой разговор конечно человек может быть смущаться человек может бояться что то сказать ля 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 вот это все я знаю что вы можете сказать другой разговор что на хрена мне нужен человек который смущается настолько что не в состоянии объяснить чем на чем он работал он не будет также смущаться перед заказчиком и передо мной когда я буду с него спрашивать работу дверь вот там так и проверяют практические навыки естественно никто не сажает программиста писать код это бессмысленно ну что давайте на бумажке будет пусть пишет нам код да блин кто помнит полное название там классов например спринга спринга вообще странное представление прекрасным у него название классов блин отсюда до беда вот такой длины но можно спросить например как формируется для стринкдейта например файндовые методы да как вы как вы назовете файндовый метод который ищет кто-то и потому-то человек который использовал спринкдейт и в общем-то плюс-минус скажет как это пишется человек который не использовал не скажет понимаете ну и так далее стоит ли тратить время на тестовые задания когда один как один из этапов интервью большинство новичков набирают с тестовыми заданиями другой разговор что вы должны прикинуть если тестовое задание требует от вас больше чем два часа работы но четыре часа этого обрез то ну нахер подавайте на другое потому что но смысла три дня и педалить код чтобы получить отказ ну я не знаю я свое время ценю больше другой разговор что если вам эта задача самая интересна и вы считаете что вы подучитесь на этой задачи но почему бы не подписать да но я например не как ну я минимум синер да вот я никогда не писал тестовое задание мне лень просто ну я не говорю о том что так надо делать сами смотрите надо ли тратить время на подтягивание основ алгоритмов и намного подобного для интервью а по алгоритмам я собирался выложить видосик завтра выложим может быть или послезавтра я уже снял надо вы только выложить мы бы мы их по одному выкладываем бить для не снята в один день вот и и собственно говоря вкратце отвечу у нас здесь в украине практически не спрашивает про алгоритмы если спрашивает то в она вы нарвались на долбоящего поздравляю это не значит что вы не пройдете интервью потому что подавляющее большинство людей на такие вопросы не отвечает вы будете просто одним из старайтесь ответить на другие вопросы нормально я не советую учить алгоритмы я считаю что это дурость откровенная потому что за 20 лет стажа мне ни разу не потребовалось на ней ни одного алгоритма блина когда он мне понадобится я нагуглю его за две минуты на фига он мне нужен в голове реально чем не забить в голову ничего вот есть может быть некоторое представление о том как определяется сложность алгоритма для того чтобы там перформанс тюнинг делать еще что-то такое но блин слушайте да это вообще не джуновская техника я советую если вы ищете работу на джуна ну максимум ну на медла даже то это не учить это сенерные и заморочки для топовых зарплат да вот если вы ищете зарплату выше чем по рынку среднем то вот это могут спросить очень даже потому что на вас повесит как раз перформанс тюнинг на вас повесит как раз оценка сложности задачи все остальное техническую херень ну по большому счету вы будете уже не сенером а черт типа архитектора на архитектора еще не такой спросит понятно вот другой разговор это найм на западную компанию в западных компаниях только в путь в гугле по моему ничего кроме этих алгоритмов блин они спрашивают я считаю что это идиотская практика вот реально я считаю что это идиотская практика потому что она нифига не показывает подходимость человека для данной вакансии но это их личные права конце концов кто я такой чтобы гугл ругать другой стороны они сами сказали написали у себя в открытом письме о том что они считают что эта практика была неправильной надо бы что-то менять ну ок я считаю что я отомщен вот правильно ли я понял что проект группового обучения будет сделан лучших практиках во избежание монолитности гетерогенности прочих проблем нет он будет сделан как делается все остальные проекты вот а люксов то алгоритма требует ну молодцы рим ну молодцы ну ребята выпад нарвались на долбоящим поздравляю так вот групповое обучение делается также как делается все остальные проекты мы не такие чтобы не такие чтобы это самое как называется убежать впереди планеты все у нас проект делают джуны заставлять жунов делать по современным технологиям вот прям совсем правильно все по законам вопрос ничего не получим я считаю что давайте сначала сделаем как получается как получается эта монолитность но постараемся без гетерогенности конечно это конечно же монолитность это в любом случае но мы стараемся делать красивый код мы стараемся делать по лучшим практикам соблюдать клин код и так далее поэтому по сравнению с 95 процентами кода который бродит на рынке конечно код у нас существенно лучше другой разговор вы же должны понимать что делать там на каких-то микросервисах делать на микросервис на архитектуре вообще все хорошо прорабатывать для этого у нас не хватает теории до теории пока не хватает ни у кого в мире мы не рискуем чтобы силами новичков сделать теорию который нет ни у кого в мире на правда вот правда что работа ментором фоксе помогает людям устроиться тем лидами после обычной дев работы но смотрите конечно же помогает потому что как минимум умение руководить новичками умение не беситься объяснить привести к какому-то пониманию поставить себя показать человеку путь к свету и вести за собой это как раз те самые умения которые требуются для лида и конечно же когда вы будете искать например сеньера должность тем ли да да вы укажете у себя в резюме работал ментором в компании fox minded такой-то стаж провел столько-то людей это хороший плюс безусловно потому что это как минимум показывает что вы работали над тем чтобы стать руководителем ну потому что иначе а что вы там напишите я просто хочу быть руководителем потому что я хочу но это немножко маловато хотелось бы как-то подкрепить туда же хорошо бы пошло там какие-то там пройденные курсы по скраму или там лину к канбану да ну какие-то умения менеджер проект вот но в принципе да конечно менторинг очень хорошо помогает то есть это вспоминается древний анекдот какие тупые у нас студенты я уж сам все понял они до сих пор понять не могут то есть пока ты объясняешь ты гораздо лучше сам понимаешь студенты надо такие вопросы задают я например с удивлением от одной студентки узнал что вопрос которые задают на собеседованиях некорректный но я он сначала был корректный потом его подредактировал потому что мне казалось что вы так будет лучше выяснилось он перестал быть корректным век живи век учись очень приятно вот мы ее кстати взяли сразу на работу так видели ли вы в интерпро или еще где-то идеальную архитектуру или близкую к идеалу или всегда интерпресс это кровь боль ужаса метода с названием и нет всегда не видел говорят где то есть хороший код мы его ищем как святой грааль но мы надеемся вырастить его в своем сердце а если без шуток то вы же понимаете что легко можно сказать все вокруг говно но когда проект который мы например стане поддерживали пришел к нам еще с другими людьми он был реальным говном то есть там просто нажатие на кнопку срабатывали 2 3 5 раза и там вообще было все плохо когда проект из нас вышел он был стабильный конечно же это был все равно говнокод конечно же там было дикое количество странных методов и еще большее количество дублирования коды там были методы по пять тысяч строк в конце концов с которыми никто не мог справиться потому что это страшно вот но проекта выходя от нас был стабильный то есть там не то что критически там даже major баги не находили уже год на при том что там он постоянно развивался дополнялся какой-то функционалом и так далее понимаете это разная степень говняности правда поэтому ну конечно всей жизни не хватит для того чтобы весь говнокод извести потому что он производится быстрее чем мы его исправляем но какую-то степень лоска на это говнецо нанести мы можем вот сергей можешь привести пример проекта завязанного на многопоточность ну скажем так на многопоточность смотрите если мы говорим про кровавый enterprise например weblogic ну про вебсферу не скажу но weblogic совершенно точно так в документации сказано ребята пожалуйста не стартуйте свои среды ай-яй-яй потому что у нас трэда используется свои собственные у нас там мониторинг этих трэдов мы следим за тем чтобы нагрузка была равномерно распределена вот поэтому не делайте так другой разговор что знаете даже в новой блогике приходилось поднимать правда через собственные там заморочки отдельные трэды распределенные вычисления и так далее то есть именно завязаны на многопоточность ну смотрите меня в моей практике этого не было другой разговор что вот например в интерпро у нас было двое собеседователей я еще один парень вот а у него куча проектов вокруг была масса на многопоточность я не знаю как так получилось на поэтому он всегда спрашивал про много по точности долго вечером себя не считал и наверное правильно если у него действительно было вокруг но что про проектов на много по точности именно на них он людей набирал но у меня не у меня таких проектов не было ничего не могу сказать так до населением используется для автоматизации действовать пользователя еще же надо минимум использовать тест тенки и джи юнит а еще зависит от вакансии что надо знать ну конечно 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 вы правильно совершенно говорите но джи юнит тестинг и так далее но тестим простой стенки уже говорил джи юнит это в любом случае входит в обучение java разработчика и автомашинки и мы естественно тоже этому учим и от вакансии но посмотрите project specific знания это в любом случае вы от них никуда не денетесь project specific хреновина это реально project specific на то и project specific шука на каждом проекте вы будете его изучать за но будьте вы кем будьте вы программистом будьте вы фронтендером будьте вы я не знаю там android кем угодно project specific это всегда поэтому этому мы учить не можем логично но мы можем научить методикам тестирования можем научить использованию автоматизации на джаве вот но собственно горячим учите будем вот так насколько велика разница между джуном и медлом в контексте собеседованием глубже лишили медловские вопросы в большинстве случаев просто требуется лучшее знание то есть вопросы я задаю примерно те же самые ну за исключением того что например от медла требуется более глубокие знания например с куэля и поэтому я более сложный вопрос задаю медлу но он строится из женского вопроса или формулировка вопроса скажем джуну немножко подсказывающие а медлу уже такая хардкорная синьеру вообще наметка чтобы человек сам додумал о чем у него разговор но в принципе темы темы обсуждения практически одни и те же просто предполагается что у джуна меньше знаний медла больше а у синьера еще больше ну вот собственно говоря это мы и ищем так скажите пожалуйста достаточно ли для QA знаний джава с ваших видео джава для начинающих если не брать в учет все остальные библиотека для тестирования но но смотрите у меня видео если мы говорим про джава для начинающих то это скорее видео обзорные понимаете если вы по каждому ну то есть это всего лишь знание инженерал предполагается что каждый из этих блоков вы должны сами потрогать поизучать попробовать написать и так далее другой разговор нужно лишь знание всего этого для автомашки я не уверен например нафига знанию знание сервлетов автомашки но непосредственно как автомашки и нафиг не надо если же он хочет все таки знать больше и будучи автомашки разбираться и в программировании я его понимаю то да нужно затрудняюсь ответить на этот вопрос честное слово то есть это такой вопрос сложненький но нет я думаю что все-таки нет я думаю что все-таки это обзорные лекции для того чтобы просто навести порядок у вас голове не более того этих знаний недостаточно си шарп есть документация как писать и в apple есть гайды а в джава есть что-то подобное или правда нужно узнавать отжава друидов если такие если проект примеры где все хорошо как писать смотрите в джаве есть дикое количество документации как писать есть книжка прекрасная клин код роберта мартина которые тоже рассказывает как писать и примеры хорошего кода ее в любом случае не я по ее содержанию рассказывал лекция на бесплатном доступе у меня на канале как помыть кота посмотрите если же разговор идет о примете в чем прикол си шарп есть ровно одна дорога и поэтому когда там говорят о best practices то там особо в сторону не отступишь вот одна дорога вот по ней ты идешь все что в сторону это неправильно джаве дорог миллиарды какие-то из них правильные гораздо больше из них неправильные джаве пришлось бы миллион книг писать которые бы рассказывали вот эта дорога правильная и самое главное еще миллион книг по тому какую дорогу выбирать в каком случае понимаете поэтому ну скажем так сфера использования джавы гораздо более многообразны чем для си шарпа и поэтому я именно в архитектурных вопросах и даже не знаю что сказать это надо действительно хорошо серьезно изучать но для начала я советую безусловно клин код можете начать с моей лекции неплохой старт все шаля вопросов больше нет и она все ответил интересно сколько там народу нас смотрит сейчас посмотрим 44 человек но что опишите 44 человек и шо вы там хотите на стринг есть под проекте ноги тену реально хорошего проекта не встречал плюс один наскельки вас абыста сергей оценивайте ценность практичного досвиду программования в якости выкладания такого очень сильно потому что куча аспектов связанных с практичным опытом он ну просто неоткуда получить если у человека нет достаточного опыта то он просто не сможет к сожалению нормально преподавать это то есть он может просто рассказать с листа зачитать условно говоря теорию все но это же не преподавание но слушайте но это это порнография на самом деле человек любой может прочитать то же самое это несложно а вот объяснить большинстве случаев практический опыт это как раз умение например там документации сказано вот эта хреновина может использоваться пятью разными способами до практический опыт это означает что ты когда рассказывать студентам говоришь так вот так он не используется вообще никогда вот так он используется почти всегда вот это небольшое извращение ну так бывает что используется а вот это тоже бывает но вот только в таких случаях и сразу студенты понимают вот на это надо обратить внимание вот это нахрен а вот verder на так запомним что она бывает понимаете разницу нигде в документации вам не скажется вот это дебильный способ использования вот это основной а вот этот редко используем не бывает понимаете и только практический опыт вам может помочь преподавание таких вещей да прекрасно и тот же вопрос джавараж а я и тоже его ответ раджавараж есть видео отлично отлично сегодня как раз мы его выложили и есть теперь наконец так сказать reference implementation можно всегда на него если смысл писать напрямую американским конторам чтобы наняли удаленно если знаете ли они стрим стремаются офшорных работников без права на работу сша вероятность того что вас наймут удаленно даже вообще вас не зная напрямую без своих контрагентов здесь но по-моему стремится к нулю с другой стороны если у вас есть какой-то представитель там да ну тогда вы и без меня с этим разберете единственный вариант это опорка и его аналой в принципе но java разработчикам на обворки но разве что android потому что enterprise на творки но говорят есть говорят есть я не знаю я не нашел практически то есть там какая-то невнятная херня за копейки и и все заховали индусы китайцы и корейцы эти самые вьетнамцы ну вперед попробуйте так насколько необходимо знание фронт-энда в настоящее время для java разработчиков учитывая временную популярность джейдж с ну скажем так во первых очень сильно не помешают во вторых очень сильно скажем так начали это спрашивать причем чем будет дальше тем больше я вообще вижу по тенденции тренд вообще вот буквально за последние полгода этот тренд выработался вдруг внезапно все сказали а какого хрена все учат java script а вы джавера не учат ну-ка быстро учите java script поэтому сели учим слава богу для нас джаверов есть прекрасный расслабон в этом плане есть TypeScript с ангуляром TypeScript худо-бедно выглядит как java там конечно все очень кацубатое инструментарий для него уродский и вообще для джавера это боль кровь и страдания но это гораздо лучше чем java script голый который вообще обнять и плакать выглядит как уровень жизни в странах третьего мира вот ну учить придется ребят просто вы должны это понимать вам не нужно быть специалистом во фронт-энде потому что тогда вас заставит еще и photoshop учить но уметь рассказать хотя бы в общих чертах я вас самого начала учил помните если вы помните первые байки он всегда говорил для джавера java script пригодится это очень полезное знание вы каждый раз отбивались и говорили ну нахер ну вот время настало пора если вы откладывали это на потом самое время начать изучать джава скрипт да вы будете страдать и переживать но считаете что сейчас знание джава скрипта очень сильно повышает вероятность найти работу моим это еще моим и да я не пытаюсь вас так сказать заставить я сам джава скрипт терпеть ненавижу но ребята это просто инструмент я например не знаю есть масса аспектов которые мне например не нравится я например терпеть ненавижу macos да но когда мне суют под руки но этот самый господи макбук какой-нибудь которым что-то надо сделать срочно прямо сейчас но я на нем работаю не наговорю в уберите эту гадость и не хочу на ней пользоваться надо значит надо взяли и пользуемся инструменты окей кстати чтобы не вызывать это самого от херта да линукс качестве рабочих системы я ненавижусь гораздо больше вам это вообще извращение но с другой стороны надо значит надо сел и работы ночью тут как вы фильтруете студентов для групповых курсов если рассказывали раньше что скажите в каком видео я рассказывал в этом видео как фильтруем для групповых курсов с ним проводится беседование тим лид данной группы собственно говоря сам решает берет он этого студента или нет ну если он не берет только просто отправляет на менторинг со словами чувак тебе надо подучиться вот в принципе больших таких требований ну то есть вы должны быть ну таким в общем джуну то есть готовы сесть и начать работать если вы не понимаете как алгоритм пишет или как класс называется или как его имя должно быть и пэккеджи не знаете как запускать мэйвен ну правда вам еще рано на но остальное да так рассмотрите плюс алгоритм трудовой жизни выучил финансовый домен и джаву и сидишь себя на банковском проекте получаешь бабло до пенсии или все сложнее конечно сложнее давайте будем честны сейчас 21 век вы должны понимать что я у меня трудовой стаж начался в 14 лет ну программистами работать 96 года завершения института за это время поменял три профессии и около десятка языков программирования до количество проектов которых я участвовал и не хочу даже считать и проекты были с эти из жутко разных сфер от бродкостинга до какого-нибудь телекома до дима горский например который я тут привожу постоянно пример он получил второе высшее образование финансовое и по идее но потом тогда работал на стыке как раз на яркой системах ну почему нет то есть можно и так сделать другой разговор что это в любом случае не гарантирует вас нет чего скорее всего вы должны понимать в этом есть и хорошие есть и плохое хорошее это то что вы будете менять профессию это классно на самом деле сесть до пенсии ничего интересного ребята не все всего 43 года я хочу еще поменять профессию я хочу еще что-то попробовать но это интересно это же правда классно мы блин на пенсию еще рано извините а вам тем более вот другой стороны да здесь на тепленькое местечко и считать что над нами не каплет но вы можете выучить каббол идти программировать под мейн фрейм они еще будут живы более того программистов на кабболе в америке например с руками это работ потому что на кабболе еще много чего крутится в их странах древних банках столетней давности да и вы можете выучить джаву и продолжать сидеть на саппорте джава я думаю до конца жизни вам этой джавы хватит но те кто хочет чего-то нового я думаю через десять лет совершенно точно захотят какой-то новый язык куда-то дальше двигать так далее это жизнь это 21 век здесь все меняется честное слово так что вы можете сказать об 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 языке программирования авар первый раз слушает аббревиатуру и даже не знаю как она произносится что-то такое вообще древний так ребятки значит так давайте последний вопрос время уже подходит 6 часов вечера я у меня глазки уже в кучку если честно я надеюсь что его все вопросы ответил в принципе еще раз для тех кто все пропустил у нас открываются три новых направления менторинга это фронт-энд с ингуляром это автомашки есть джавой и android вы будете смеяться но тоже на джаве эти направления будут вестись по тем же самым ценам что и остальные менторинги то есть 3000 гривен для украинцев 120 долларов для иностранцев и участникам а то бесплатно насчет последнего чуть позже стартует хорошо 10 дней бесплатный период записывайтесь на собеседование по инфо foxman.com письмо вам пришлет ссылочка на регистрацию там вы зарегистрируетесь вас наш менеджер про собеседует по английскому на все эти три направления нам нужен английский кто туда должен пойти туда должен прийти на android человек который понимает в принципе что такое программирование и может написать hello world на джаве на автомашинки должен прийти человек со знанием менелки да и пониманием того как вообще в принципе программируется хоть на чем-то хоть как-то на менел киев мы не учим менелки и вот я вам советовал боковцу может еще куда-то идти можете сами самостоятельно учить но теорию тестирования вот это все ну блин научит дикое количество компаний я не буду давать рекламу сами смотрите вот то есть должен прийти человек на автомашинки уже со знанием менелки и пониманием того как вообще принципе программировать на чем-то мы научим программировать на джаве и сделаем автомашинки и нормального джуниора по андроиду то же самое сказал по фронт энду должен прийти человек с базовым знанием джава скрипта со знанием к этому или и базовым знанием css то есть человек который принципе понимает как верстать если вы хотите быть хорошим фронт эндером я советую самостоятельно подучить еще знание фотошопа и может быть и иллюстратора потому что ну блин этому мы не учим на работе скорее всего потребует вот и на старте на старте с вас требуется собственно говоря английский так дальше после завершения нашего менторинга включи всех включая enterprise разработчиков которые учатся на нашем уже существовавшим до этого менторинге мы зовем к нам на групповое обучение где люди прошедшие у нас или в каких-то других компаниях учил учебу будут писать нормальный проект за те же самые деньги 3000 гривен и 120 долларов соответственно проект под руководством project-менеджера и чем ли да настоящий был проект настоящим тз с настоящим редмайном с настоящим гитлабом с настоящими мерч конфликтами совсем настоящим до после чего этот проект можно спокойненько у себя оказывать в портфолио потому что это ничем не отличается от работы кроме того что вы работаете на нем за свои деньги плюс ватры без отрыва от своей работы то есть по вечерам там выходные еще как-то да то есть позволяет вам получить запись портфолио в резюме после этого причем на групповой на групповые обучения мы берем всех enterprise разработчиков автомашин киев и android и фронт-энд на один и тот же проект потому что они все будут там вместе работать дальше лучших специалистов по всем этим четырем направлениям мы будем отбирать на самом деле практически всех если вы больше никуда не устроить и вы будете стараться вы будете хорошим специалистам рано или поздно все равно вас в любом случае возьмем себе в штат нам все четыре направления нужны текучка у нас достаточно ощутимая так что попадете вот и после этого ну то есть там уже на зарплату стартовая зарплата у нас 400 долларов это в оффлайне только строго оффлайне у нас в офисе в киеве это голосеева стель маха 10 а кто помнит вот и собственно говоря у нас проработав какое-то время вы уже уходите абсолютно обменяемым медлом с нормальными записями в резюме с настоящей работой совсем то есть до 400 долларов это на старт потом мы повышаем где-то раз два месяца зарплату программистов в зависимости от условий более того лучше с лучших наших сотрудников мы назначаем тим лидами в этом у вас будет нормальная запись в резюме работал тим лидом вот да по поводу времени обучения ребята еще раз повторяю весь менторинг у нас завязан на вашу активность чем активнее вы работать тем быстрее вы заканчиваете учебу сколько это будет по андроиду мы вам сказать не можем по причине того что еще ни одного android специалиста не выпустили вот посмотрим с какой скоростью выпускаете по джави я могу сказать среднем это получается что-то в районе четырех месяцев ну не в среднем это так скажем хороший темп 3-4 месяца это хороший темп очень много людей просто бросают потому что рабочего у нас тяжелое стараться надо не все хотят покрывает нас всякими киписьками убегают злые считаю что это мы их не научили на самом деле никто никому ничего не учат все должны стараться с вами это надо понимать мы обеспечиваем вам возможность учиться мы обеспечим вас критериями мы обеспечиваем вас проверками мы обеспечиваем вас заданием все остальное зависит от вас поэтому сколько займет учеба по андроиду по фонтенду и так далее мы можем вам сказать только день через полгода потому что соберем статистику да все обучение у нас онлайн групповое обучение тоже онлайн оффлайн будет только работа на нас на благо меня любимым все так Последний вопрос я отвечаю. Считаете ли вы, что java идет в сторону функционального программирования? Куски функциональщины возьмут. А, САП. Ребят, про САП ничего не могу сказать слишком долго. Так, где из стран снг сейчас лучше искать работу? Сложный вопрос. Украинцам лучше искать в Украине. Так, считаете ли вы, что java идет в сторону функционального программирования? Кусками функциональщины берут, все остальное нет. Расскажите, как удивить на собеседование по интерпрайсе, если скала учить? Нет, не надо скала учить. Джуна точно про скалу не спросит. Но это может дать пару положительных баллов из серии чувак настолько любит программировать и настолько хочет устроиться, что он крут и надо бы его взять. Но знание java это все равно не отменяет. На собеседование вообще попасть еще надо. Посмотрите, кстати, видео с Сашей. Она рассказывала, как на собеседование попасть. Думаю, вам поможет. Стоит ли пробовать устроиться на Джуна или идти на стажировку во время учебы в университете? Обязательно. Если вы закончите университет и нигде не работаете, it's a big fail. К концу университета вы должны иметь минимум год опыта. Это понятно? Это в Украине. Я не знаю в других странах. У нас, если ты закончил университет, но еще не работаешь, ты раздолбай. Так. Ментаринг это когда тебя бьют по голове железной трубой, ты говоришь еще и еще. Да, еще и по жопе. Да, примерно так. А сами выгоняете? Нет, мы никогда не выгоняем. Люди сами уходят исключительно. Мы никогда никого не угоняем. Человек хочет... Один товарищ учился уже больше года, понял, что не его. Окей. Ну, он сам понял, что мы согласны учить, сколько вам надо. Говно вопрос. Ментаринг уже доступен прямо сейчас по JavaScript? Уже прямо сейчас доступен запись на JavaScript. Ментаринг будет ближе к середине, может быть, к концу октября. Ну вот, чтобы начать поступать. Но я надеюсь, что раньше. Я думаю, что мы постараемся запустить это где-то в начале октября. Вот окончательно. Но имейте в виду, запись уже открыта. Первые пойдут те, которые запишутся первые. Вот. Окей. Все, ребята, спасибо, что вы здесь были. Подписывайтесь на этот канал. Все анонсы будут здесь и определенное время трансляции всякие грязные видосики будут здесь. Будем ли объединять потом канала? Не знаю. Мне пока нравится так. Так что вот такое. Все. Всем пока. До свидания.